Самый громкий доклад о Vue.js в 2019. Видео-память нового поколения. Всё о приведении типов в JavaScript. Всё о приведении типов. Погнали! Такое зашансоновое начало у нас немножко. А вот у Apple не всё так хорошо. Уже сразу начинать петь. Первую тенку. И хоп, и поддерживать жилеточку именно. Да-да-да. Как ты думаешь, соскучились ли по нам? Потому что обычно пишут соскучились, туда-сюда. У меня вот соск... Вот ты начал когда говорить? У меня даже не соски при мне представились. У меня соскоб представилось. Вот мне хочется у некоторых наших подписчиков соскоб взять на токсичность. Потому что есть те, которые пишут соскученность, а есть те, которые пишут... Да-вы, 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 да-вы. И вот всё вот это вот то. И поэтому даже... Давай хотя бы представимся для новичков. Давай. Вдруг кто-то новенький у нас появился. Новенький. Да, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Юэпдизайн». Выпуск у нас сегодня 197-й. На часах у нас уже 27 марта 2019 года. В ночь с 26 на 27 мы это пишем. Время 10 минут первого. Меня зовут Александр Гончаров. Да, меня зовут Никита Тарасов. Всё, он чувствует. Хочется как-то что-то быстрое. Знаешь, я тебе быстро расскажу. Короче, у меня чувак знакомый с прошлой работы. Я уже говорил, что он написал, что классно, слушаю вас, нашёл ваш подкаст. Мне написал. Но помимо этого было смешно. Я говорю, ну, типа, есть другие там подкасты, там, Radio IT, например. А он говорит, типа, я люблю слушать там всякие, типа, подкасты, которые легко слушаются именно, ну, во время работы, чтобы, типа, не отвлекаться. Сложные, типа, ну, тяжело слушать там, я не знаю. И, короче, я начинаю думать, типа, что для него сложно. Я говорю, ну, например, Radio IT сложно. Он такой говорит, да, это легко, типа. И я даже не стал спрашивать тогда наш подкаст на вообще на сколько по сложности у него там по градации вообще. Возможно, мы там, ну, где-то самое... Ноль плюс примерно. Да, мы возможно... Только вот так нельзя, три плюс точнее. У нас, знаешь, типа, должно быть написано только сюжет, просмотр сюжета. А Radio IT у него там драки. Драки и сюжет. Ты понял. То есть Nightmare у него должна быть какая-нибудь английская хреновина про технологии, про паяние, как бы про паяльник. Ну, или про машин-лёрнинг какой-нибудь. Или, да, да. Почему-то вот это для меня кажется пиком, так сказать, сложности. Пика-фарадом. Так. Давай, а что, будем? Я знаю, если даже по нам не соскучились наши подписчики, то по Apple они точно соскучились. Это их любимая тема. Да, кстати, если вы вдруг наш подписчик и соскучились по нам, или, может быть, вы какой-то там более крутой пацан, типа, не знаю, какой-нибудь рекламодатель, то можете написать нам на work.sobaka.ewebdesign.ru. Да? Да. Не забыли? Да, это круто. И, кроме всего прочего, я тогда ещё добавлю, что мы выходим сейчас в премьере, и плюс чат, если смотрите нас в премьере. Всё, погнали. Погнали. It's showtime. На kod.ru. Kod.ru. Пишут нам про то вообще, что было, значит, на Apple Special Event, когда это было 25 марта. 25 марта. Да, это было в понедельник. Короче говоря, там, как обычно, в Стив Джобс Теэта, Теэта, именно, в Купертино, пацаны провели из Showtime, Apple пацаны, Тим Apple провёл лично. И, значит, мы с тобой, как ванги, предполагали, что они будут говорить чисто про сервисы. У нас, ну, не мы, конечно, мы читали новость, которую предполагали, но вы всё знаете, то есть у нас всё задокументировано. У нас наш подкаст вышел раньше, чем Apple Special Event. Мы уже говорили, что будет про сервисы. Они сделали про сервисы. Можно практически сказать, что они с нами консультируются. Ну, да. Согласен. Это самый вероятный вариант. Да. Представили Apple News Plus. Apple News Plus – это хреновина... А, точнее, сам Apple News – это хрен с ним. Именно журналы в Apple News Plus. То есть, если ты оплачиваешь 9,99 бакса, то в месяц ты получаешь доступ ко всем, мать его, грёбаным журналам, которые там есть. А там сейчас уже что-то там 300 крупнейших журналов всего мира. Такие как, ну, ты понимаешь, там, The New Yorker, The Wall Street Journal, там, и вот это всё дерьмо. Вога. Мэнс Хэлс. То есть, можно бицуху качать. Значит, вот. Такая история. Это первое. Далее. 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 Я не знаю, хочется ли остановиться на этом чуть-чуть, но давай остановимся. Просто здесь ничего такого сенсационного нет. Журналы как журналы. Красиво. Я думаю, даже там анимации будут. То есть, именно не просто красиво именно в плане оформления, но ещё и, наверное, анимированный журнал. Я не знаю точно. То есть, я не смотрел, не интересовался именно, какие там конкретно. Естественно, Team Apple напирает на то, что так вы будете тратить 8 тысяч долларов, чтобы приобрести эти издания в реальной жизни. То есть, купить с полок в Роспечати. Да? Вог. Там всего 10 баксов. 9.99. И тем более, первый месяц бесплатно. Понимаешь? О, ну это я помню. Даже у Apple Music, по-моему, 3 первых месяца было бесплатно. Ну да. Будешь, кстати, пробовать бесплатно. Журнал. Может там какой-нибудь, например, эту, как её почитать? Про умное что-нибудь. Слушай, видишь, на текущий момент приложение доступно для загрузки в США и в Канаде на английском и французских языках. Как ты догадался, я буду пробовать из Канады на французском. Я понимаю. Я знаю, что у тебя прекрасный французский. А там ничего умного не может быть по определению. Исключительно тупизну. Космополитан буду читать просто, как ногти красить под фиолетовыми лампами. Ладно. Не, ну а вдруг в русском Store появится? Я помню, вот киоск у них было, приложение. Я не знаю, ты помнишь ли? Было, было такое, было такое. И до сих пор, возможно, оно есть. Оно есть, мне кажется. Я причём не знаю, но сейчас у меня есть на... Киоск. Нихрена нет. Надо, может быть, в App Store зайти. Ну-ка сейчас попробуем. Они один момент его навязали, и там именно оно как папка ещё выглядело, и невозможно было ничего сделать. И в нём тоже что было? В нём тоже были журналы, да? В нём были тоже журналы, в том числе, например, вот я читал там «В мире науки» и так далее. Вот. И он там был. То есть это прям было именно что-то типа официальных Apple-овских журналов и так далее. Я сейчас вижу, что нет. Я сейчас вижу, что нет, и сразу какие-то журналы нам рекомендуют от кого-то, стороннего разработчика. Это странно. Возможно, это теперь в iBooks включено. Ну-ка я зайду сейчас туда. Книги, магазин книг. Давай, зайди, зайди. Кстати, магазин книг, хотел сказать, доступен на русском. Но нет, там всё равно. Анна Каренина, Лио Толстой, The Idiot, Фёдор Достойевский и так далее. Ну, то есть именно руководство пользователя Apple Watch, там, iPad для iOS. Ну, Винни-де-Пу. Да, Винни-де-Пу. Вот. И нон-фикшн, короче говоря, полный. Я не знаю, где сейчас взять вот этот киоск на iOS. И он есть ещё или нет. Но, видимо, он у них не удался. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, почему Apple News удастся. Ну, опять же, Apple News не плюс, а просто Apple News. Ну, это, знаешь, что-то типа Реддита. То есть это агрегатор новостей. Он сказал, что это крупнейшее хреновина вообще в мире. То есть у них крупнейшее. Он всё ещё в России недоступен. Я ставил когда-то себе, опять же, там, регион менял, там, ещё что-то. У меня он появлялся. Я смотрел. Покемоны можно было установить. Тогда вместо этого. Ну, нет, я-то, покемоны, их надо было именно скачивать. А с Apple News очень легко. Ты просто меняешь регион, перезагружаешь девайс, у тебя тупо появляется приложение, и всё. То есть там проверка такая, видимо, топорная какая-то. Вот. Ну и там, естественно, Blumberg, BBC и прочий Wall Street Journal. Видимо, в Америке реально используют. Это как у нас Яндекс.Дзен. То есть там именно умная лента с ихними VCRU и прочими тяжёлыми, которые там суют в морду. Я думаю, что там очень умная лента. Team Apple, я думаю, неумную ленту тебе не будет делать. Вот. Ну, короче, я просто видел, что у нас есть вторая статья, что они всё так хорошо с Apple News+. Я не знаю, ты посмотрел. Я скажу, я скажу про это. Давай пока сначала дальше. У нас будет по композиции, да. Мы начнём с Apple News и ими же кончим. Поэтому... Да. Apple Card. Такой новый сервис, который я не совсем понимаю вообще, что он делает. И чувствую, что до России это вообще не дойдёт. Тут обещаю сначала, что вообще Apple Pay, тот самый сервис, который можно платить, будет доступен более чем в 40 странах мира к концу 2019-го. Но купертиновцы решили создать что-то крутое, что позволит заменить обычные банковские карты. Следующим новым сервисом стал Apple Card. То есть, видимо, ты просто загружаешь туда свою кредитку. Без прикольчиков. За каждую транзакцию будешь получать проценты, кэшбэки. Если покупаешь через Apple Pay, то 2%, 3% если покупаешь, ну, саму Apple технику там или что-то такое. Либо просто 1% просто через карту, если платишь. То есть, тупо загружаешь туда. Причём пока там, я так понимаю, Visa не это самое. Там только MasterCard. То есть, если ты MasterCard-доч, то, видимо, сможешь. Но я не уверен, что это опять же будет как-то в России. То есть, пока непонятно. А может быть, это легко и для всех регионов. И типа, везде, где есть Apple Pay, то Apple Pay вроде бы есть в России. Кстати, что смешно, я смотрел, в Турции нет Apple Pay по бреду. Именно официально. То есть, на сайте. Но там лица зато есть, понимаешь, на машинах. Там есть лица. Да. Apple Arcade. Новая тема. Apple Arcade. Подожди, подожди. Apple Card, насколько я понял, это всё-таки ты не то, что добавил карточку, а именно выпустил. То есть, это условный Apple Bank на тебя делает карточку. Ага. И ты как бы с неё живёшь. Как на неё закидывать деньги, не очень понятно. То есть, можно ли её принести работодателю и сказать, чуваки, вот моя зарплатная карта. Моя зарплатная карта. Или, например, посмотреть реквизиты прямо здесь в приложении и со своего ИП-шного счёта на неё кидать деньги, например. И можно ли выполнить дубликаты какие-нибудь. Тут много вопросов к этому. И, конечно, интересно, чё, кого. Интересно, интересно. Ну ладно, пойдём дальше. Apple Arcade. Это, короче, хреновина сервис, который позволяет тебе просто играть в игры вот просто так. Берёшь, платишь бабло. И, короче, у тебя в месяц более чем 100 игр. Я так понимаю, каких-то казуальных. И можешь офлайн причём в них играть. Вот. И, ну, я не знаю. То есть, прикольно вроде бы. Должно быть. Ну, подожди. То есть, в какие-то существующие игры... Какие-то, которые выбраны Apple, видимо. То есть, причём я не понимаю, они будут меняться, эти 100 игр? Или это будет постоянно 100 игр? То есть, скорее всего, это, наверное, постоянные 100 игр, которые будут пополняться. Ну, там более чем 100, да. Поэтому, наверное, могут пополняться. Хотя 100 игр, чё такое 100 игр? Это вообще ноль. Это у меня в Стиме больше. Хороших игр на iPhone, возможно, ещё меньше, чем 100. Поэтому. Да, но здесь не будет хороших. Ну, согласен, да. Вот, мне кажется, просто из существующих все будут пытаться... Хотя, опять же, учитывая вот эту политику Apple с забираниями 30%, собственно, как и в Стиме. Возможно, те, кто продают игры, они даже и не будут пытаться попасть в Apple Arcade. Ну да. Потому что они просто в iTunes на своих встроенных покупках также 30% Apple будут отдавать. Типа, нахрен им вообще это надо? Тут не знаю. Пока мы с тобой разговаривали, я гугланул. Сейчас нет киоска, но есть внутри App Store категория газеты и журнала. И там, по факту, всё оно же. Я, например, поставил хакер себе. Вот. И там внутри просто так же подписка на месяц, там, ещё на несколько и так далее. Есть Дом-2 журнал. Вот. Vogue Russia. Mother and Care. Это самое интересное. Это я пошёл качать. Журнал «Генеральный директор», например. Есть зафичерённые, типа, ведомости, коммерсант, Гарвард, Russia Review. Бизнес. Нормально. Бизнес. Ну и Men's Health, опять же. Давай вот просто по прикольчику накачу Men's Health и скажи тебе, сколько стоит подписка. А ты пока расскажи дальше, что там про Apple TV Channels и Apple TV Plus. Кроме этого, Apple TV Channels и Apple TV Plus. Хреновина. Сервисы, которые... Точнее, сервис, который тебе, говорит, спокойно смотри через Apple TV, через iPhone и iPad свой. Можешь смотреть тупо каналы, тупо HBO включить, «Игру престолов», тупо MTV Hits смотреть, например. Тупо, что ещё здесь я знаю, CBS, All Access причём. Такие, как бы, видишь, даже с ритмом. Наверное, они там очень круто это говорят, как они говорят, CBS, All Access. И там всё, у всех сразу течёт. Excess, я думаю, всё-таки Access читается. Ну, тем более. Вот. Но, возможно, там что, Дженнифер Энистон была? Да-да-да, но она там... Она не там была, это просто, что она в сериале «Утреннее шоу» для TV Plus снялась. А, подожди, ты хочешь сказать, что это именно... Это 2D? Это 2D, это оригинальный контент, как у Нетфликса. Только у Apple TV Plus есть оригинальный контент, и там они отдельно для Apple TV Plus снимают сериалы, шоу. Вот, например, как вот «Утреннее шоу» вместе с Дженнифер Энистон и Ризу Визерспун. Вот. То есть тут практически уже свой Нетфликс. Небольшой, кстати говоря, Нетфликс, естественно, нельзя смотреть, как я понимаю, через Apple TV Channels. Это, видимо, не ченнел, это как бы целый провайдер. А это в Apple TV приложка есть, Нетфликс, поэтому через нее можно жить. Имейте в виду, ты там уже платишь, Нетфликс. Ну да, да, там в ней надо покупать подписку. Да, 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 а тут, видишь, подписку. А тут, видимо, если купил один раз, то смотришь HBO и вместе со всей MTV Hits. Ну, кстати, вот, обрати внимание, HBO-то в нее входит. Но HBO испокон веков еще, когда у меня самая первая Apple TV была. Не вру, не первая, вторая. Первая черненькая. Уже там было HBO, уже можно было там покупать подписку на него. То есть у них с HBO давнее партнерство. Ну да, но это просто, видимо, канал каналыч. А Нетфликс-то, они, видимо, уже там, ну, ноги отстрелят за такое. Согласен, у них 150 миллионов уже подписчиков, поэтому тут с ними как бы конкуренция, она отдельная. Мне просто хочется понимать, насколько будет это локализовано. Я имею в виду, вообще, что будет не в США или ничего не будет. Тут, кстати, еще ты не сказал, что Apple TV Plus это на Smart TV будет Apple TV. И опять же, будет ли это, мне интересно, будет ли это какой-то даунгрейднутой версии Apple TV? Ну, то есть, когда у тебя полноценная приставка, будешь ли ты круче тех, у кого это в Smart TV? Потому что, ну, у тебя же там все-таки 64 гига под капотом, пультик классный, и ты можешь играть на ней. Можно ли будет на Smart TV играть в Apple TV игры? Это все, конечно, пока непонятно. И будет ли это, собственно... На Code.ru почему-то нет сроков никаких. То есть, здесь не сказано, когда что будет доступно. Вот. Но это уже, вот, так сказать, в их огород камень. Ну да. Ну, вот вторая новость, о которой мы хотели поговорить, про Apple News Plus. Тоже с Code.ru. Там, пацаны, немножко... Вообще, мифы все эти развеивают по поводу того, что всего за 10 баксов можно все 300, более 300 газет и журналов читать. Это не так опровергают. Видимо, опровергают, ну, не только на Code.ru, там еще и The Verge писали, короче, именно крутые пацаны, что Apple немножко проверяют по поводу 10 баксов. Потому что, как делают, как будут делать теперь издания? Во-первых, издания будут нанимать специальных чуваков, которые будут отдельно пилить контент, отбирать контент для Apple News Plus. У себя, у самих. Вообще, у читателей будут отнимать, потому что вы будете видеть в Apple News Plus отдельный контент. Не тот, который платный, классный контент, а какой-то, знаешь, беспонтовый, с кучей рекламы. Вот. А конкретно дальше уже вы будете, как обычно, там нажимать, и вам будет говорить, а остальное за 39.99. И это уже будут другие разговоры. То есть... Странно. Будут пацаны хитрить, будут пацаны хитрить, и полностью фулл-журнал выкатывать не будут. Это первое. Второе. Самим издательством, я так понимаю, не очень выгодно, потому что, короче, типа, нужно нанять людей отдельных, которые будут верстать под Apple устройство и так далее, и закидывать это все, публиковать в Apple News Plus. Ну, и вообще, в принципе, нужен штат новых чуваков, нужно это все поддерживать, а там какие-то крохи от Apple, которые придут, там еще они в зависимости, знаешь, как с Apple Music, в зависимости от того, сколько вас читают, вам будет столько-то бабла от общего количества бабла отдаваться. То есть, ты понимаешь, это же, по сути, Apple Music только про журналы и газеты. То есть, если вот тебя отчитают, тогда тебе столько-то бабла. Если тебя столько-то прочитали, столько-то. А если тебя не читали, то ничего, это не получаешь. Хотя ты выпуливаешь новые номера туда, по идее. Так что, ну, здесь пока еще спорно достаточно. Круто это будет или нет. Слушай, я тебе так могу сказать, что когда я читал какую-то микро-статью про то, как платят в Apple Music, возможно, мы даже ее с тобой обсуждали, возможно, даже в подкасте, там тоже было что-то неадекватное, типа, бабки пилятся на всех, но по коэффициенту прослушиваний. То есть, смотри, условно, я слушаю какой-нибудь там Тунг, а они находятся в одном жанре, там, я не знаю, с Марайей Керри. И прослушивание Тунг, они уходят и Марайей Керри в том числе. Ну, там какой-то такой бред, что, в общем, если тебя до хрена слушают, то тебе сильно выгодно. А если тебя слушают мало, то ты не за каждое свое прослушивание получаешь, а именно ты получаешь в процентном соотношении по сравнению с Марайей Керри. И это, как ты понимаешь... Ну, слушай, можно тогда просто в одном жанре с лепсом делать. Можно просто, типа, русский поп и ноль выпускать, ноль песен. И вместе с лепсом получать его бабки. Я думаю, он первые ноги отстроит, как Netflix. Согласен. В общем, я согласен с тобой, что все это пока непонятно как. Men's Health стоит 150 за каждый выпуск, 75 стоит подписка в месяц. Я даже сказал, за выпук за каждый. Да, и за 75 рублей в месяц ты можешь, собственно, успеть все журналы прочитать, и через месяц ты уже перекачан и будешь... Слушай, ну если ты за месяц все журналы Men's Health прочитаешь, то, во-первых, у тебя стоять будет до 100 лет. Не упадет. То есть там, я думаю, такие советы, что там техники. Причем там, кстати, до 2013 года, сентября, доступно. Ну, в обратном порядке, соответственно, все выпуки. Поэтому, в принципе, можно обложиться. Да-да-да. Вот в мире науки, я сейчас посмотрел, они прилом не занимаются. Там даже ты его ставишь, заходишь внутрь, даже цены получить нельзя. То есть там именно просто сразу всплывает ошибка при получении цен. Жмешь подписаться, там, хоп, просто ошибка. Internal server error. 500. Да, и одно было год назад, последний раз. Это, конечно, грустно. Ну, то есть, хорошо, свежо. Свежо. Я просто, понимаешь, после Men's Health берешь в мире науки весь, прочитываешь. То есть становишься желтым мозгом, во-первых, а во-вторых, перекачанным со стойком. Остается Космополитен. Ты там прочитаешь, чтобы еще за детьми ухаживать хорошо, и все. То есть ты, по идее, убер за льдатом. Это типичный наш подписчик, я думаю. Ты вот его и описал сейчас. Да, это даже не патрон еще, потому что патрон еще Wall Street Journal успевает почитывать. Это как минимум. А еще и Vogue. Они еще модные при этом. Они как бы в теме всех. Они в шарфах такие сидят именно у нас, слушают. И в теме всей трамповской и антитрамповской риторики, так сказать. Именно слово риторика хочется здесь использовать, потому что мы же журналисты здесь как бы. Мы уже сами Wall Street Journal. Я думаю, что нам надо сделать ее веб-дизайн-журнал в Apple News+. То есть нанять штат еще людей, на которые тратиться будем. И, значит... И терять бабки дальше. Потому что Apple нечестно там все раздает. И мы будем там просто контент продавать, чтобы часть подкаста получить, а дальше за 33-33. А дальше ТС-9-99. Да, да, да. Идеальная модель. Схема рабочая. Да, я думаю, что это надо запикать в подкасте, чтобы не узнали про монетизацию. Я, кстати, на коде Дурова сейчас включил ночной режим, как горшок. И как тебе? Не знаю вообще, прям хорошо. Сразу ночью себя ощутил, надо быстрее обратно включать, чтобы не уснуть. Угу. Ну что, успел включить? Успел включить? Куча всяких подписочных штук. Вообще все движется в подписочную модель. И я вот слышал неоднократно вайны по поводу того, что, типа, вот, вы что все радуетесь, типа, завтра вот отключат этот сервис, а у вас, типа, нихрена нет. Угу. То есть, что, типа, вам контент вообще не принадлежит, и даже если он у вас там будет скачан, то оно там диремнутое, и без проверки в инете, ну, без отзыва с опишки, так сказать, проиграть вам не дадут. Типа, что вы радуетесь, дебила, вам ничего не принадлежит. Вот в таком духе. Ну, думаешь, что хотелось бы, да, чтобы мне принадлежали все журналы Men's Health. Но в принципе, не, ну в принципе, согласен, почитать там где-нибудь в самолете, типа, с выглянным членом интернетом и так далее. Не знаю, не знаю. Ну, знаешь, они регулярно вот это говорят, что невозможно передать свою библиотеку Steam своему сыну там, или внуку, грубо говоря. Потому что даже если ты terms и что-то там прочитаешь. Conditions, да. То ты не имеешь права свой аккаунт передавать. И, типа, даже, ну, если ты просто сыну отдал пароль, ты, во-первых, нарушил terms and conditions, а, во-вторых, ну, условно говоря, Steam закроется, закроется, и вся твоя коллекция, которую ты копил, она все, она в пыль превратилась. Все твои калашниковые, розовые. Причем ты нарушил terms and conditions своего сына, как бы, когда подписывал еще при рождении у него. И это в том числе, да. Ну, не знаю, слушай, лучше не передавать сыну. Пусть он лучше книги читает. Или хотя бы журналы с Apple News. Ну, да, а книги в iBooks, опять же. Потому что их-то тоже же можно передать. Их тоже, да. Там-то семейный аккаунт есть, и Apple-то точно не закроется. Не закроется, да. Это как, она постоянная, как вот у меня магазинчик Лидер с бухлом рядом. То она такая же постоянная. Уже больше, чем Apple.ru существует, Apple.com. Подожди, Лидер. Лидер – это тот, который ближе к налоговой? Да, 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 да. А, я просто его с купцом перепутал. Хотя купец, наверное, тоже такой же постоянный. Тоже вечный, да. Ладно, что там в UGS у нас? У нас, кстати говоря, это практически сложная темка в начале. Я могу... Хотя какое начало это уже? Подожди, почему в UGS? У меня про CSS стоит сейчас тема. А, точно, точно, точно. Я открыл просто 100 темок. Ну, давай. Да, и поэтому я как раз именно нашим подписчикам всовываю плавненько. Тут как раз легенькая такая штука. Я как раз ее в рабочий чатик скинул. И мне наш рестальщик пишет, что что-то выглядит, как просто статья для начинающих. И я написал, так я поэтому тебе и скину. Идеально. Да. Так вот, Чарли Геральд. Джеральд? Или Джеральд? Короче, телка какая-то пишет нам, что вещи, которые никто ее не научил, про CSS. На самом деле, я, честно скажу, знал все. Я как бы не то чтобы хвастаюсь, просто реально, я тут все это знал. А почему, собственно, почему это какое-то что-то скрытое знание? Слушай, просто это неочевидные вещи, в которые никто не вникает. И здесь она в эпиграфе об этом и пишет, что сейчас вообще никто не парится про CSS. То есть, ну, как бы почти все работают на каких-то там фреймворках, каких-то UI-библиотеках. Всем, в принципе, до звезды, как это там все рендерится, как это работает, как это по производительности. И у всех, в принципе, достаточно медленные дерьмовые приложения. И никто не понимает, а, собственно, какого хрена. Вот она пытается объяснить, какого хрена. Вот. И начинается терминология. Во-первых, давайте, знаешь, как это, в научных работах, в каких-то статьях, ты сначала пишешь термины, там, теги практически, а потом уже углубляешься. Вот здесь она нам пишет термины. Во-первых, дочерний селектор или дочерний комбинатор, это когда ты через пробельщик селектора пишешь, вот это означает дочерний селектор, когда улка, а внутри нее лишка, например. Ага, ну я вижу тут на скрине, да? Да-да-да-да-да. Вот. И также три, собственно, термина по действиям, которые делает браузер, когда рендерит CSS. Первый — это layout. Это выстраивает, соответственно, макет, то есть все ширины, высоты, позиции, дисплеи, вот такие штуки. То есть это действие, которое переставляет. Именно оно достаточно дорогое, но не такое дорогое, как paint. А paint — это как раз следующее действие, которое перерисовывает каждый пиксель контейнера. Ну, то есть, условно говоря, если ты color или border сменил, то делается полный repaint элемента, и это дорого. То есть если ты, например, по timeout будешь repaint менять color или border, то готовься к тому, что у тебя не будет 60 FPS, потому что это полная говно. То есть это не очень. Если ты это делаешь с помощью каких-нибудь CSS-3 свойств, то есть градиентик внутри него переделываешь, он не repaintит весь элемент, и это сразу в 100 раз быстрее получается, чем если ты топорно меняешь просто border в таком духе. И третий — это composite, composite, может быть, даже. Composite — это действие, которое, собственно, делает все, что не выстраивает макет и не перерисовывает. То есть просто говорит о том, что после чего будет, что после чего рендерить, в каком порядке и так далее. Я так думаю, что-то в духе, например, сменить пиксели у текста, размер. Он не будет перерисовать каждый пиксель этого контейнера, он только непосредственно шрифт увеличит внутри него, и все. То есть вот что-то такое. На самом деле она прикладывает здесь небольшой reference, cstriggers.com, на который можно посмотреть каждое свойство, что в каком браузере делает. То есть, например, вот Firefox, он более оптимизирован, например, align content, свойство этого Flexbox, именно в Firefox оно только делает композит. Оно не делает ни paint, ни layout, например. Неожиданное такое дерьмо. Вот. Поэтому, в принципе, здесь можно посмотреть. Давай, кстати, я посмотрю font-size, то, о чем я думал. Не, ни хрена подобного. Font-size делает полный repaint. И как-то даже мне стыдно сразу стало. Вот list-style image, например, опять же, в Firefox делает только композит. Perspective свойства делает только композит. То есть, в принципе, большинство свойств все перерисовывает и перерисовывает. Вот transform делает только композит, то, о чем я говорил. Причем, опять же, в блинке только и в Firefox. Например, в Safari все-таки transform полностью перерисовывает. Это, собственно, объясняет, почему некоторые параллаксы на Safari лагают, а на Chrome нет. То есть, вот. И что-то новое в том числе можно узнать на нашем подкасте. Это даже круто, да. Ну, здесь еще важно понимать, что есть разница между тем, когда ты с дефолтного значения меняешь какое-то свойство, и когда ты его уже на самой странице меняешь. Когда уже на самой странице меняешь, font-size в Firefox не перерисовывается как раз. Вот, поэтому тут такое. Короче говоря, посмотрите, это интересно. А мы пойдем дальше по этой статье. Как раз нам авторка рассказывает о том, что производительность CSS, она напрямую зависит от того, сколько вы дочерних селекторов используете. То есть, какая вложенность у вас в селекторе. Потому что, кто забыл, я вот помнил, но есть, наверное, люди, кто забыл, CSS парсит селекторы справа налево. Я не знаю, в Турции справа налево или нет? Я, кстати, не знаю, я что-то не вникал, как там пишут. Ну, у арабов точно справа налево. Нет, там же слева направо. В смысле, там какие-то обычные латиницы были. Но, наверное, вот арабская бязь, так называемая, о которой мы с тобой думаем, наверное, она-то все-таки справа налево. Да, она точно справа налево. Это, кстати, отсылка к пришоу. Пришоу Никита рассказывал про Турцию. Она на Патреоне у нас фигурирует. Вот становитесь любым патроном, слушайте, пришел. Вот такая коротенькая вспышка сейчас была. Ну, что-то ты практически за 39,99 сейчас контентом. Это точно. Так вот, когда вы видите такой селектор, типа ID-шник nav и потом ссылочки, на самом деле браузер парсит не так. Он сначала берет вообще все ссылки на странице и потом сужает до тех ссылок, которые находятся внутри контейнера с ID-шником nav. То есть не как вы хотели бы сначала взять контейнер nav и в нем уже найти ссылочки. Ни хрена подобного, справа налево. Поэтому, когда вы такие селекторы пишете, понимаете, что это будет в 100 раз дольше, чем вы бы просто накинули nav link, например, какой-то класс, и он бы нашел сразу именно все ссылки с классом nav link. Это было бы намного производительнее. Ну и, соответственно, если это будет вложенность четвертого порядка, например, класс-контейнер, в нем улка, в нем лишка, в нем ашка. Он сначала в браузер найдет все ашки, это как, на это, наверное, будет до хрена. Потом все лишки, тоже не пикник. Потом улки и потом только класс-контейнер. Вот, поэтому это, конечно, не топ. Именно поэтому всякие методологии, в том числе BAM, тоже были популярны, ну и, наверное, остаются. Потому что они тупо производительны. Когда ты делаешь, убираешь вот этот нестинг, вот эту вложенность, у вас просто быстрее это все рендерится. Понятно, что когда у вас счет не идет на сотни элементов на странице, это не так заметно, но когда это уже сотни элементов, а как вы знаете, там некоторые фронтендные фреймворки рендерят очень, опять же, беспонтовую такую верстку, особенно когда вы используете бездумно там 100 компонентных библиотек, которые друг в друге вызываете, там на самом деле очень в большую жесть может все под капотом превратиться, вот, а вы даже и не заметите. Кстати, у Vue.js вышла Vue DevTools, сегодня я на канал Телеговский выкладывал, пятой версии расширения для браузеров, собственно. Вот, там есть вкладка Performance теперь, и там можно непосредственно отслеживать, какие действия на странице у тебя, какие компоненты перерисовывают, вот, и там можно прям наглядно посмотреть, что и где вы делаете не так. Так вот, возвращаемся к CSS. Она перечисляет некоторые очень дорогие CSS-свойства, потому что они пейнтят, это Border Radius, Box Shadow, Filter, End Child Selector, Position Fixed, вот такие вещи. Они просто очень много либо перебирают, либо много перерисовывают, то есть если это говорить про фильтры там или теньки, то я думаю, любой человек, который пробовал наложить тень на сколько-нибудь большой элемент на странице, уже замечал, что подлагивает, если еще фильтром поверх этого шлифануть, то можно прям конкретно в 10 FPS упасть, ну, по крайней мере, так было на компьютерах образца, там, 10-11 года, когда мы только начинали верстать, вот, это прям боль была. Хотя я помню, мы один сайт с вами делали, который был прям конкретно завязан на теньках, и из-за этого он прям подлагивал, там, коряво работал, и да, но было, конечно, прикольно, хорошие времена. Так, что касается порядка, внутри HTML, неважно, в каком порядке вы пишете классы, они все применятся в соответствии с каскадностью в самом CSS, а в самом CSS, естественно, что вы позже укажете, то и будет более приоритетным. Это для тех, кто, так сказать, забыл. Также она говорит о том, что можно посмотреть в инструментах разработчика, в перформансе тоже. Соответственно, вкладка перформанс, она не только во Vue DevTools есть, она есть просто в браузере. Там тоже можно посмотреть, что и как долго рендерится, разобраться там, и не только при чем рендерится, но и подгружается, и вообще, то есть там, в принципе, это богатая штука, ну и она прикладывает несколько ресурсов, на которых можно тоже почитать про всякое. Так что вот так вот она заставляет нас задумываться о том, что надо делать вообще-то производительно, и тогда будет классно. Ну, слушай, ну, как-то даже хорошо было. То есть сейчас... Я думал, там еще более основы будут. То есть ты так сказал, как будто там основа-основа. Там в натуре неочевидные вещи всякие. Ну вот да. То есть об этом просто сейчас даже и не принято сильно задумываться, просто потому что тупо некогда, и все пользуются готовыми решениями, и не лезут там под капот. А хотя на самом деле, если просто соблюдать CSS-гигиену, а я сейчас буду патентовать, видимо, это выражение, мне прям понравилось, как это звучит. Вот если соблюдать CSS-гигиену, то получится, скорее всего, быстрее, лучше и сильнее. Вот это не надо патентовать, это уже точно было. Ну да, это избито, скорее всего, да. Круто, круто. Давай тогда пойдем дальше. У нас дальше наш любимый хостинг. Ух ты. Да, Smart Tape. Если кто-то вдруг не слышал наш еще не один подкаст, то уже скоро в Apple News Plus напишут про то, что Smart Tape — это просто лучшее решение, которое вы можете использовать у себя в работе. То есть вот реально, как хостинг, Smart Tape — это просто все плюсы. Это, во-первых, хостинг находится в России по всем стандартам, которые не запрещены у нас. Во-вторых, это все абсолютно доступно, как мы любим это говорить. То есть, ну, не 39, 99 уж точно. Вот. И, короче говоря, мы выбираем Smart Tape, надо уже так говорить. Лично я пользуюсь Smart Tape. Да, у меня дома такое мне нравится. У меня дома Smart Tape. Это консультант. Да. И, в принципе, я тоже считаю, что это то, что нужно попробовать. Тем более, что... Вот мы с тобой, мы часто говорим про хостинги, но на самом деле домены тоже у Smart Tape покупать очень выгодно. С них реально дешевые домены. Вот. Присмотритесь, обязательно зарегистрируйтесь по нашей реферальной ссылке, которую найдете в описании. Вот. И нам тоже с вас микрокопеечка упадет, хотя на самом деле мы, конечно, рекомендуем... На самом деле макрокопеечка. Ну, если вы аренду сервера оплатите, тогда макрокопеечка упадет, да. Причем аренду нашего сервера желательно, чтобы сразу... Да, просто с нами договоритесь, мы уже там как бы это, ну, решим там, что как, сколько и так далее. Короче говоря, Smart Tape это классно. Наша реферальная ссылка будет в описании. Да. Пойдем про новую видеопамять. Мы это сказали, что видеопамять нового поколения. Ну, знаешь, сейчас посмотрим. Вот я сейчас тебе расскажу, а ты мне скажешь, новое поколение это или это старое все еще поколение. Вообще, мне очень странно, что-то на блоге Reagru находится. Кстати, согласен. Где Reagru и где железки. Вот именно. Ну, вот как-то так получилось. Угу. Ну, привлекают как-то, знаешь, к своему сайту, чтобы чисто читали про всякое. Скоро там, как в Касамполе, там в Men's Health будет, как накачать бицуху. Короче, High Bandwidth Memory, HBM. Новый, как бы, стандарт, можно ли так называть, но это типа HBM память, которая призвана сместить, я буду такими говорить с шаблонами, призвана сместить GDDR5, которую сейчас все так сильно используют в крутых видяхах. Вот. И уже установлено, кстати, на некоторые NVIDIA графические карты, такие как, ну, я забегу вперед, Tesla P100, NVIDIA Titan V, ну, и Titan 5, Quadra GP100, Quadra GV, короче, какие-то крутые графические карты. Ну, короче, именно в тех, в 2080 RTX нету, соответственно. Нет, нет, в тех, только в тех. Понятно, только в тех. Короче, почему круто? Почему это круче, чем GDDR5? Во-первых, значит, есть проблемы у GDDR5 уже сразу. Сама по себе она, я боюсь соврать, я буду чуть-чуть от себя тенунести, но сама по себе GDDR5, она, как бы, требует большого количества логики для достижения высокой производительности. Это съедает место на печатной плате, соответственно, достаточно большое пространство занимают модули питания, которые должны справляться с большим энергопотреблением памяти. То есть, во-первых, это здоровая хреновина. Во-вторых, она много потребляет энергии. Соответственно, расход большой, это приводит к нехватке питания для самого процессора и падению производительности. У GDDR5 есть проблемы, скажем так. И этому всему есть решение HBM, High Bandwidth Memory, которая, она там все одно на одном, оно маленькое, значит, найти более эффективное решение требовалось. Стала базовая соединительная подложка BaseLogic DAI, именно DAI. Благодаря такой подложке графический процессор и DRAM являются единым чипом, сохраняя при этом необходимое производственное различие. Это позволило увеличить скорость передачи данных, уменьшить рабочие частоты и, как следствие, уменьшить энергопотребление устройств. То есть, она еще менее энергопотребляемая. Новый тип памяти, названный HBM, обеспечивает высокую пропускную способность не столько за счет частоты, как GDDR5, но и за счет большой ширины шины. Это достигается путем использования трехмерной компоновки. Каждая интегральная схема памяти располагается поверх предыдущей. То есть, там такое, знаешь, типа сэндвич некий происходит. Поэтому полупроводниковые пластины также должны быть и очень тонкими, порядка 100 микрон. Здесь вот на картинке показано, что чипы, они прям один на одним. Вот. Соответственно, короче, это более крутая тема, чем GDDR5. Я только, здесь не написано во сколько раз. В одной сборке HBM памяти из четырех слоев шинов 1024 бита из восьми независимых. Та-та-та-та-та-та-та-та. Важно, что по сравнению с GDDR5 для работы HBM памяти требуется более низкое напряжение 1,3 вольта. То есть, она вообще как бы такая халявная. Новый дизайн памяти является более производительным, потребляет гораздо меньше энергии. Так, пропускает способность чипа с 1 гигабайт HBM памяти в 4 раза выше, чем чипа с 8 гигабайтами GDDR5. Ну, то есть, короче, в принципе, это большой шаг, я считаю, в графической вот этой всей отрасли, будем говорить. не знаю только насколько это приживется в обычных видяхах, не в Теслах, да, и не в Титанах, а просто вот взял новую видяшку от NVIDIA и просто поиграть. И, короче, там тебе поставили такую хреновину HBM. Наверное, когда-то она приживется, если это реально крутая тема. У тебя какие вообще эмоции насчет этого? Крайне странные. Во-первых, я сейчас перешел по ссылке, который типа оригинал прочитайте на BitTech. Так. Вот. Оригинал 2015 года. Ага. Здесь написано 26 марта 2019 года. То есть, как бы четыре года чуваки переводили статью. Вот. И да. Я понимаю, как бы, в чем суть. То есть, суть в том, чтобы на одном чипе разместить и, соответственно, шина из-за этого очень широкая. Ну, это как примерно оперативная память и кэш-память процессора. Кэш-память в самом процессоре находится, поэтому она как бы очень быстрая, но объем затруднен. То есть, ты не можешь в рамках одного чипа туда 100 гигабайт нахрен ее закинуть. Ну, вот. Но, опять же, пропускная способность чипа 1 гигов в 4 раза выше, чем чипа с 8 гигами и ГДДД-5. То есть, грубо говоря, там так много видеопамяти и не надо, потому что она так быстро с ней обменивается оттуда-сюда, что она будет успевать загружать и стирать, так сказать, раньше и все такое. Но, опять же, мне интересно, а что с теплоотведением? Ну, то есть, бутерброд, он как бы будто бы неравномерный. То есть, чипы памяти, они выше, чем проц. Вот. И как это будет так скомпоновано, чтобы... Ну, понятно, что это будет крышкой накрыто. Вот. Но если чипы памяти будут напрямую к крышке прилегать, то проц нет. Он будет где-то там внизу вариться, так сказать. И тут, конечно, мне хочется именно инженерно узнать, как вот эта ситуация будет решена. И мне теперь интересно, а что, почему про нее, ну, как бы, если новость 15-го года, почему более громкого ничего про нее не говорилось, тут непонятно. То есть, я увидел, собственно, почему реагру, потому что они предлагают, что у них есть облачные вычисления на GPU-услугах. И там как раз такая память, типа, используется... Там как раз Теслы стоят. Да-да-да-да-да. Поэтому... Ну, короче, прикольно, прикольно. Вот. Но в эту сторону нужно бы еще порыть. Вот если я сейчас, например, загуглю HBM Memory просто, мне вот интересно, на Вики какая-нибудь статья попадется. Да, вот попадается. Ну и на Хоботе сразу есть статья. И там, естественно, на Хоботе AMD и HBM пишут. То есть, там как будто бы AMD-шное какое-то говно. Ну, вот странно. Вот странно. А ты сам где взял эту статью? Чтобы я понимал. Не знаю. Уже HBM2 вышел стандарт в 2016. А, ну то есть, мы с тобой сейчас очень смешно обосвоились, когда сказали в видеопамять нового поколения. Ну, слушай, тем, так сказать, и круче. И это AMD, это первые видеокарты, которые начали использовать этот вид памяти. И, собственно, компания AMD, она его и придумала вместе с HUNIX. HUNIX производил, AMD придумала. А ну все, круче. Я просто перешел сейчас в английскую вики. HBM3 будет в 2020 году. А, ну то есть, уже третья версия. Да, да, да. HBM4 уже тоже заготовлена. Вот. Поэтому тут, конечно, да. Причем, если первый HBM, это был AMD, то HBM2 первые использовали именно NVIDIA на Tesla P100. Угу. Поэтому тут это что-то надо прям вот вникать в эту хреновину. Возможно, она тупо дороже в производстве, поэтому ее в потребительские видяшки не сильно ставят. Возможно. Ну, просто, видишь, она, наверное, не будет так перегреваться, то, что ты говорил, что, типа, что будет с процессором. Она, наверное, из-за того, что малоэнергопотребляемая, она и ни хрена не перегревается. Ну, согласен, напряжение меньше, но оно же не в три раза меньше, оно с 1,5 до 1,3 вольт уменьшено. То есть, как бы, ну, что-то все равно, наверное, будет греться. Ну, неважно. В общем, вот такой вот стандарт памяти. Если что-то про это знаете, именно более прикладное и интересное. Если у вас Tesla P100. Да, скиньте на YouTube или где-нибудь в комментариях, чтобы мы тоже знали. Вот. Будет интересно. Мы будем двигаться дальше. Давай. У нас темка... Заявлено View, да? Да, да. Темка с сайта на мой фронтендер предлагает. Вот здесь две ссылки. Первая – это непосредственно сам доклад в PDF. Да, я открыл, охренел. Да, я его весь прочитал, без шуток. Ну, то есть, я не читал интервью, где case studies, но все цифры и комментарии Evan.iu я прочитал. Так вот, доклад сделала компания Monterail. Так. Вот. И, честно говоря, я даже не понял, какого хрена именно они ее сделали. Опять же, по... По игру. Вот. Ну, очевидно, они ее как-то используют в UGS и как-то они с ним аффилированы. Поэтому тут можно будет рыть, в общем, в чем суть. В 2017 мы же делали такой обзор и здесь суть обзора в 2019 году не только показать вообще в UGS в цифрах, так скажем, но и сравнить с 2017, потому что некоторые, конечно, значения, они сильно изменились. так вот. Я не буду полностью проходиться по всему в UGS репорту, ссылка есть. Опять же, у нас в описании на пост фронтендера, а там, соответственно, есть на State of UGS. Он, кстати, сам-то что-нибудь написал? Нет, он ничего не написал, он только ссылками сбросил и все. в общем, в UGS набирает популярность, это TLDR-очка вам, причем набирает популярность не только в каких-то небольших стартапах, но и в крупных компаниях, в которых использовали традиционно там React и Angular, теперь и в крупных компаниях используют Vue, потому что там достаточно богатый инструментарий появился тоже, причем такой, который сама Core Team разрабатывает, что называется, там VueX, VueRouter, VueCLI набор, так сказать, для работы, ну и там есть даже уже Server-Side Rendering с Nuxt.js и это уже он активно используется для тех, для кого это, так сказать, критично, хотя, думаю, многие сейчас забили уже с учетом того, что Google нормально парсит приложки, Single-Page Applications, я имею в виду, поэтому, кстати, напишите, опять же, в чат, что думаете по поводу того, что надо ли делать Server-Side Rendering для поисковой оптимизации или насрать на Яндекс, кстати, про Яндекс, никто не говорит, что он не парсит JS, но говорят, что нет данных, то есть, может быть, он замечен в том, что он там подпарсивает что-то, вот, но работает, так сказать, хуже, чем если бы это был Server-Side Rendering, здесь не готов даже рассуждать по этому поводу, но неважно, ключевые инсайты, первое и самое главное, около 92% людей используют Vue.js снова на следующем проекте, то есть, так сказать, довольность или как это называется, оно прям зашкаливает или как вовлечение, ты мне должен сказать, как это называется. Ну да, что-то такое, я думаю. Вот, больше 92, около 92%, я думаю, каждый бы так хотел, вот, 94% в принципе тех, кто участвует в этом опросе, они используют официальную документацию, чтобы выучить Vue. Это не говорит о том, что других материалов по Vue нет, просто это неправда, это говорит о том, что документация очень классная, и я здесь, ну, как бы готов полностью согласиться, я в док очень часто лажу, вот, и там достаточно, в принципе, исчерпывающе, хотя вот опять же, я, когда первый раз смотрел про Vue Mixings, я подойки вообще ни хрена не понял, вот, пришлось ролик там чей-то на Ютубе посмотреть, чтобы до меня дошло, вот, то есть, как бы есть, конечно, вопросы к документации, но все остальное я выучил тоже, в общем-то, изначально по ней, потом я уже там книжки почитал и так далее, какие-то best practices, там, статьи, вот, но для такого базово-среднего понимания документации реально более чем достаточно. Так вот, 75% прошедших этот опрос говорит о том, что лучшим, самым большим плюсом Vue.js является легкость интеграции, вот, ну, то есть, Vue не только в девелопмент режиме, а еще и в продакшен режиме позволяет просто кинуть скрипт-файл Vue-шный и сделать простейшую инициализацию, типа, экземпляр Vue засунуть в такой-то контейнер, там, в div с ID-шником app, и все, то есть, можно уже какие-то микрокомпоненты в сайт-баре даже сделать и в существующие сайты интегрировать Vue и добавить там реактивность или что-то еще, там, менеджмент стейта. это действительно неплохо и люди потихонечку переползают зачастую на Vue, то есть, они, ну, как бы, не переписывают сразу все на Vue, а не какой-то, там, один модуль, какие-то некоторые страницы пишут на Vue и там, как-то синхронизируют через сервер, через что-то еще и уже, там, впоследствии, может быть, переделывают на SPA или как-то еще. Так, почти 60% прошедших опрос считают, что Vue.js станет еще более популярным в их организациях в последующий год. То есть, ну, типа, что и дальше его будут использовать и даже больше. Ну, и на самом деле у ребят есть вполне, я имею в виду, у Core Team Vue.js, у них есть вполне такой четкий roadmap, в котором прописано, что будет дальше, в том числе в версии 3.0. Кстати, об этом в этом докладе тоже описано, что там и TypeScript будет, и под капотом весь API Vue.js будет переписан там на осинках и вейдах, поэтому там с экшенами и мутациями будет попроще чуть-чуть, то есть, не нужно будет их использовать просто только для синхронности, ну, нужно будет их разграничивать только уже непосредственно для логики, что мутации меняют state, а экшены они могут и не обязательно менять state, поэтому не все экшены вызывают мутации, вот так вот скажем. Ну, короче говоря, у них есть roadmap, и поэтому понятно, как будет Vue развиваться, и в принципе будет понятно, что, типа, если сейчас уже начать вы интегрируете себя в приложение, то когда выйдет версия 3.0, уже можно будет прям вообще расправить крылья, и все будет классно. Поэтому тут эта цифра тоже в принципе понятна, почему такая. ну, и соответственно, 58% респондентов сказали, что они попробовали Vue.js, потому что достаточно легко с него начать. То есть для многих людей Vue.js это был вообще вход в SPA, в какие-то такие приложения, кстати, например, для меня в том числе, и поэтому люди и дальше его используют и так далее. Вот, кстати, собственно, первый скриншот ровно об этой же информации, только тут почему-то в тексте 58%, на скриншоте 59%, вот, но... Там уже прибавляют процентики-то чуть-чуть. Возможно, когда писали, еще не закончился, хотя нет, по идее, должны были по итогам писать, но неважно. Вот второй скриншот здесь дальше. Здесь уже пошло сравнение 2017 и 2019. вот, и здесь, собственно, рассказывается о том, какие были сомнения. Ну, почему не внедряли до этого в UGS, например, убавилось сомнение по поводу неизвестности о будущем. То есть, сейчас уже более известно будущее в U, как я уже сказал, поэтому, соответственно, его, по этой причине его уже меньше бояться, так сказать, внедрять. Вот, ну, бояться, что оно не скейлится, например, причем об этом больше только стали говорить, хотя казалось бы, ну, о каком именно скейлинге речь. То есть, здесь, в принципе, можно все разделить, все очень аккуратно, нормально сделать. Я здесь даже не очень понимаю. То есть, опять же, напишите в комментариях, почему там в UGS плохо скейлится, потому что я как-то даже и представить особо не могу. Вот. Дальше у нас есть скриншот опять же по лучшим плюсам. Плюс по поводу документации. Раньше 45% вы говорили, что это плюс, теперь 75%. Документация реально стала сильно лучше. Вот. Но зато, например, по производительности на 5% меньше людей называют это плюсом. Вот. Но опять же, это напрямую связано с тем, что очень много уже появилось каких-то компонентных библиотек, очень много статей, в том числе дилетантских, в которых описаны подходы, которые просто банально не продуктивны, и из-за этого там медленнее что-то работает. То есть, в принципе, общая в среднем производительность какого-то фреймворка, она неизбежно будет падать с его распространением и популярностью, потому что все больше людей, которые плохо разбираются с технологиями, будут его использовать и так далее. Вот. Кстати, как плюс люди отметили комьюнити, на 7% больше людей отметили комьюнити. Вот. Ну, кстати, надо опять же отметить, что, например, под Reddit в UGS, соответственно, на Reddit, вот, он очень нетоксичный. То есть, реально, я там вот периодически в комментариях пишу, и несмотря на то, что я иногда там абсолютно дилетантские вещи какие-то пишу, меня ни разу не засрали. Мне всегда очень дружелюбно отвечали, и это прикольно. Это для меня явилось абсолютно приятное, неожиданность, и я бы, если этот опрос проходил, я бы тоже указал, что в UGS-ной комьюнити, оно очень такое, прям. Мне теперь интересно, какое самое токсичное комьюнити? Русское комьюнити, просто джаваскриптовое какое-нибудь. Хотя, ну, вот я вспоминаю чатики в телеге, в которой я был, какой же был самый? Самый токсичный, наверное, нодовский. Я думаю, что чем более задротный, тем более токсичный, хотя хрен его знает. Ну, да. Ну, дженерали, я думаю, да, именно так. То есть, в основном, чем более задротный, тем более токсичный, к сожалению. Вот. Соответственно, да, 74% считают, что они с очень высокой долей вероятности будут использовать в UGS и дальше, ну, и 18% с не самой высокой вероятностью. То есть, в принципе, high и very high это 92%. Это очень круто. Это круто. Вот. Также есть вот тут небольшая, так сказать, хочется сказать, дисперсия, но тут это не дисперсия, разделение, в общем, просто на то, сколько лет уже в UGS используется в организациях и процент организаций, в которых в UGS используется больше двух лет, вырос с двух до 11%. То есть, люди реально на нем сидят и продолжается это все. И крепко сидят. Да, да, и крепко сидят и крепко садятся. Например, уже 37% от одного до двух лет используют в UGS, а было 19%. То есть, в принципе, рост очень сильно налицо. Ну, как я уже говорил, что касается ресурсов, 94% людей указывают официальную документацию, 81% — это статьи-блоги. Вот. То есть, в принципе, тут как бы, да. Вот, опять же, я теперь даже с большой долей вероятности, если мне надо бы что-то спросить, я не на Stack Overflow спрошу, а в подреддите Vue.js. Там реально как-то классно. То есть, там периодически люди даже делятся, типа, вот, моя первая библиотека, мой первый компонент для Vue. И там никто не пишет, типа, ты что, чувак, поросишься? Тут просто кусок говна. Нет, там все-таки, блин, да, прикольно, молодец. Типа, следующее, что тебе советую попробовать, это там исправить вот тут вот это, тут вот то. Это пойти нахрен из, оторвать себе руки и выбросить их. Ну вот, да, вот такого нет, и это даже как-то и прикольно. Так, ну что тут еще интересного? Ну и интересно то, что, опять же, 86% юзают не просто ECMAScript 5, а ECMAScript 2015+, и так далее, с бабелем. Тем более, что если использовать Vue CLI, то бабель просто, он уже там есть под капотом, ты просто в text script пишешь lang text бабель, или как-то так, или просто бабель, даже не помню уже. У нас просто нет, на наших проектах не нужна поддержка старых браузеров, поэтому мы чистейшие ECMAScript 2015 хреначем. Вот, и все, без транспайлинга. Ну что-то типа lang text бабель, ну-ка, я даже сейчас посмотрю Vue CLI, даже вот в прямом эфире загуглю. Именно вот с такой, с таким звуком должен... Это загружается так. Это ну модем. Ну нет, как обычно, в UGS.org у нас периодически Роскомнадзор банит. Вот, сейчас, сейчас ровно тот момент. Они, видимо, не за него. Ну, они, да, они, видимо, React лоббируют, или Angular, не знаю, что там, более стабильно открывается по документациям. Вот, ну, что тут еще интересно? 85% людей юзают SPA, ну, Vue.js как Single Page Application, 36% используют просто для небольшой интерактивности для статического сайта. Вот, и 23% сервер-сайт рендеринг. Ну да, здесь нужно обратить внимание, что это не... они в сумме не должны 100% отдать, потому что это мультиответ. То есть кто-то отвечал, что у них и SPA, и SSR, например, или что-то еще. Вот. 85% используют роутинг через VueRouter, ну, тем более, что это, повторюсь, это стандарт де-факто, это дефолтная библиотека, которая делает Core Team Vue.js, поэтому, да. Соответственно, 87% для менеджмента стейта используют 87% VueX, и это, опять же, стандартная библиотека, которую Core Team делает. Вот. Ну, про стили, да, у Vue.js есть атрибут скоуп, который все стили заворачивает только для данного компонента, и это, это круто, это, в принципе, почти что веб-компоненты нативные, только без Shadow Dome и прочих беспонтовостей, которые, как бы, тут даже нахрен не нужны. Вообще, концепция сингл-файл компонентов, это очень круто, мне она сильно нравится. Вот. Хотя, ну, как бы, противники Vue.js считают, что это его главный минус, на мой взгляд, это один из главных плюсов, поэтому, ха-ха-ха, тут такое дело. 51% используют Vue CLI 3, это, собственно, опять же, стандартная, стандартная сборка, стандартный boilerplate от Vue Core Team, поэтому, мы тоже ее используем, она, она здоровская. Вот. Кстати, вот это интересно. Ну, не то, чтобы я сейчас так сказал, как будто здесь прямо интересно-интересно, вот, но на самом деле просто прикольно. 53% Vue.js приложений используют бэкэнд на ноде, 44% на PHP, 19% на C-шарапе и 19% на Java и 19% на Python, 10% на Ruby, 10% какие-то другие языки. Я очень удивился, что очень мало гошных опишек. Ну, то есть, правда, я думал, что го уже будет где-то тоже там 15 хотя бы процентов, но нет, это, видимо, в адр где-то происходит. Возможно, все 10% это адр. Ясно, адр, скобка гоу. Так вот, ну, 53% нодовых, это я, конечно, мог ожидать. То, что на втором месте PHP, не мог. Реально. Хотя, опять же, чего не ожидать. В этом же докладе было указано, что Laravel запартнерились с Vue.js и у них какой-то есть именно платная, так сказать, подключ хреновина, что, типа, ты берешь и у тебя Laravel на бэке, а Vue на фронте сразу, то есть бойлер плей там единым. Поэтому то, что PHP на бэке, видимо, это уже, так сказать, следствие этих партнерств и так далее. Я здесь, кстати, даже в дискуссии указал, что спасибо за доклад. спасибо за ночь. так скажем. Вот, да. То есть, я им тут небольшую обратную связь я им тоже оставил. В общем, можете весь доклад тоже с ним ознакомиться. Здесь, кстати, рассказано о том, что, например, компания Behance использует у себя Vue.js. Конкретно ее представитель Юрий Немцов дал комментарий. Юрий Немцов. Да, да, Юрий. Компания GitLab использует Vue.js для своего фронта. И их представитель Клемент Хоу дал тоже комментарий. Ну, собственно, да, про Ларавель я уже сказал, тоже я тут прочитал, поэтому, в принципе, в принципе, крутой доклад, он здесь позволяет вообще понять, насколько, позволяет проникнуться вот этой атмосферой в Vue.js и в окно выпрыгнуть за них. То есть, в принципе, что, типа, они крутые, растут, развиваются и еще дальше будут. Да, ты прям себя частью секты какой-то такой ощущаешь, и это даже и прикольно. В хорошем смысле секты, так сказать. Ну, все, что? Мне, знаешь, что интересно? У меня вопрос. Мне вообще, мне нравится сказать что-то интересное про Vue. Мне это интереснее, чем то, что 53% бэкэнда на нойде было. Так, продолжай. State of Vue.js, то есть, это, в принципе, это, типа, какая-то разовая штука, или это каждый год они проводят? То есть, или это они каждый месяц проводят? В 18-й пропустили, в 17-м году было, и вот сейчас в 19-м было. То есть, в 18-м нечем было хвалиться? Ну, видимо, там они что-то продрочили, не было человека ответственного, который этим занимался. А в этот раз они прям тоже сделали, и я думаю, что в следующем году опять, потому что все указывает на то, что темпы роста будут только увеличиваться. Кстати, сейчас в тему вспомнил, Vue.js, это сейчас второе, ну, то есть, на GitHub'е это топ-2 репозитория по звездочкам. А топ-1 кто? CSGO должен быть. Смешно, я, если честно, предвидел этот твой вопрос. Топ-3 теперь Bootstrap, а топ-1 какой-то бред, сейчас скажу. Топ-1 GitHub репозитория. Я просто, опять же, на Reddit'е это увидел, мы там все праздновали, что Vue.js на втором месте стал. Всем саб-реддитом. Сейчас посмотрим. Most popular repositories сейчас сек. Rails по бреду. Ну нет, не Rails, конечно. Most start, вот, нашел, нашел страницу. FreeCodeCamp, по бреду именно репозиторий FreeCodeCamp'а. Это самый звездочный. Но они всех заставили просто, кто у них учится, ставить звездочки, писать отзывы. Похоже, что да, потому что, похоже, что там без этого тебя не принимают, так скажем. Ты, когда вот ты туда устраиваешься, ты флюорографию приносишь и показываешь, что у тебя FreeCodeCamp зазвездочен. Да, причем флюорография это не так обязательно, как звездочки, Согласен, да. На втором месте Vue.js, на третьем Bootstrap, на четвертом React. Ну, интересно, интересно. Про FreeCodeCamp, FreeCodeCamp, как мы его называем, интересно. Я просто еще хотел сказать, что такая штука, как State, вообще любят же делать, вот, например, недавно была State of PlayStation, и там рассказывали, что, какие игры на PlayStation выходят и так далее, и так делают, State of Nintendo, например. Ну, там Nintendo Direct он называется, но ладно. Я все к тому, что, я-то думал, это именно ежегодно, и они не пропускают, и типа, это у них конференция такая, прям, они понтуются там. Не-не-не, это просто, ну, как бы, это трендовое название, State of JS же тоже делают, и мы с тобой его уже года три рассматриваем. Обсасываем. Вот, поэтому это, ну, они как бы просто в тему вошлись, влились, а регулярностью, так сказать, не отличается, в отличие от Nintendo, опять же. Отличие от PlayStation. Ясно. Хорошо, пойдем дальше. У меня тема про магнитные ленты в 21 веке. Короче говоря, я когда прочитал, ну, я вообще не думал, что магнитные ленты используются вот хоть где-то. Ты вообще думал? Я честно охренел. Я вот когда увидел это, я прям думал, блин, стопудово это в подкаст, потому что прям это бомба. Да. Оказывается, магнитная лента это не самый плохой вообще носитель информации, потому что они хоть и сейчас не используются в широком смысле, то есть у нас в ноутбуке не стоит магнитная лента, да, но они все еще могут, во-первых, хранить больше намного, чем обычные HDD, я уж не говорю про SSD, которые там еще вообще хрен где плетутся, вот, они могут, например, вот картриджи, которые с такой лентой, могут записать до 30 терриков с сжатых данных, хотя Enterprise HDD-шники до 16 терриков, приближаются к 16 террикам, во-первых, емкость высокая у них, низкая стоимость хранения данных, то есть, что значит жесткач, HDD-шник, это все-таки дорогая тема, это все-таки устройство, там диски вращаются внутри, шпиндель, как бы, тоже есть, вот, и там все-таки стоит 1 гигабайт примерно около 25 тысячных бакса, 25 тысячных доллара, то есть, ну, 0,5 цента, я так понимаю, 0,25, ну, да, то есть, вот, лента, лента магнитная, то есть, для нее этот показатель в 1 гигабайт стоит 0,8 тысячных, в 3 раза меньше в среднем, то есть, это уже сильно, это уже сильно, и, соответственно, про это можно уже задумываться, опять же, в интерпрайз-решениях, когда-то хочется экономить. Долговечность. Знаем все, что летят, уж жесткие летят, SSD-шники летят, тем более, то есть, это все супернедолговечное дерьмо, хотя ленты при правильном хранении могут служить около 30 лет, и тут даже IBM какую-то прикольную тему, вместе с Sony представили покрытие, какой-то смазочный слой для этих лент, который еще дольше тебе, короче, может вообще-то там, просто эта магнитная лента никогда не сдохнет. Технологический прогресс. Одной из главных причин ренессанса магнитной ленты является тот факт, что многие недостатки, которыми она обладала в свои ранние годы, сегодня удалось исправить, ну, то есть, соответственно, придумали всякие смазки там и так далее, вот. Ранее накопитель подразумевал лишь последовательный доступ к данным, поэтому на поиск чтения, соответственно, долго уходило, по минуте. У меня просто именно это напросилось, когда мы только начали об этом говорить, что, блин, она же только, ну, ее карандашом надо мотать потом, чтобы дойти обратно. Вот именно, чтобы найти там, то надо на ту минуту потратить. Соответственно, на же скач, ну, это миллисекунды, миллисекунды. Сейчас современные технологии нивелировали влияние этого недостатка. Новые картриджи поддерживают файловую систему LTFS, она индексирует содержимое ленты, что ускоряет чтение данных, создает иллюзию произвольного доступа к ним. Ну да, если ты очень быстро мотаешь на нужное место, кажется, что как будто ты это захотел. Ну, кто использует магнитную ленту? Вот здесь есть классный пример про Gmail. Они в 2011 году, как я понимаю, обосрались. Короче, потеряли охрененные данные именно на своих облачных там этих. И, короче, они обратились к своим магнитным лентам, на которые они, видимо, дублируют инфу. И там-то все классно, там-то ничего не потеряно, там-то все замечательно. Вот. Ну, что? В общем, в принципе, ну и другие чуваки для Big Data используют магнитные ленты. Я даже, в принципе, есть еще примеры. Короче, интересно, насколько это вообще выживет. То есть, будут ли... Знаешь, я просто смотрю на фотографии в этой статье, и такое чувство, что мы уже возвращаемся снова к картриджам, и будем, значит, пользоваться. Будут огромные такие здания, которые с магнитной лентой накручены, да? То есть, такое чувство, что мы именно по спирали движемся снова в какие-то такие вот пятидесятые годы, я боюсь, в шестидесятые, вот, когда, короче, все на магнитные ленты записывается. Такой некий неоклассицизм, или как это сказать, я даже не знаю. Короче, биошок некий, да? Ты вообще, вот как к магнитным лентам? Прикольно тебе? Во-первых, сразу вспомнилось, как в фуллаутах Братства Стали, у них стояли именно такие большие компы с магнитными лентами. Да, да. И теперь мне вот интересно, чуваки, когда Джоши Сойер и Крис и Авеллоны, когда это дизайнили, они имели в виду, что, типа, у этого будет ренессанс, или это просто было именно там, шестипятидесятый, шестидесятый стиль, ну и они как бы просто сделали, как будто бы там технологии на том этапе остались и всё. Вот. Это просто теперь даже интересно. Возможно, они гении, возможно, хотели так. Ну, согласен, да, и это вообще сам, мне очень понравилась эта статья, возможно, моя любимая сегодняшнего подкаста. Ты ещё дальше не слышал, там следующая статья наша какая будет? Знаю, поэтому и говорю, что это любимая. Так вот. И мне прям, мне сильно понравилось. То есть, это, конечно, мне теперь интересно, например, а российские какие-нибудь компании, типа Яндекс или Рамблер, используют их или нет? Или для них это, типа, западло, фу, какие магнитные ленты, ты чё, у нас там всё. У нас всё в облаках. В воски и писки, да-да-да. Да-да-да, а потом это всё сгорает, как мы знаем, у каких-нибудь хостингов. Опять же, а вот если кто-то с магнитом рядом пройдёт, там размагнитится или нет? Ну, как бы я так же. Мне кажется, там уже так, там уже с маской намазали, этой той самой, там уже ничего не размагнитится. Ну, слушай, тогда круто. То есть, это интересно, это прям завораживает, это интересно. Слушай, знаешь, так и к перфокартам можем отойти назад, то есть, тут интересно. Будем опять там точечки выбивать или что там, как там в перфокартах? Ну, да-да, Ну, слушай, не зазорно, если одна точечка, это 1 гигабайт будет. Ну, согласен, выбить там, ну, можно и выбить, да. Потом последовательно доступ организовать, просто и всё, и нормально. И с маской смазать эту дырочку. Давай скажем про наши... Дальше у нас что-то будет ещё. Да, у нас дальше, скажем про наши привилегии, если вы вдруг хотите нас поддержать. У нас есть такая хреновина, как Patreon, eobdesign.ru, точнее наоборот, patreon.com slash eobdesign. Так. Вот. Короче, и если вы вдруг, например, хотите нас просто поддержать, или же вам не хватает, или хочется какого-то чего-то ещё дополнительного от eobdesign, то есть от нас, например, таких плюшек, плюшек именно, как стикеры, как, например, наше замечательное прешоу перед подкастом, вот, и всякое такое, а может быть даже вы хотите с нами обсудить какую-нибудь тему, всё хочется вот это нарушить, девственное плево обсуждения темы, порвать его, да, то есть вдруг кто-то хочет, такой, знаешь, есть борзый какой-нибудь чувак, может быть, он хочет свою библиотеку, но в UGS прорекламировать, свою там, что-нибудь такое, пусть заносит, там у нас, по-моему, максимальный, это максимальный пледж, 40, 40, уже на 40, можно свою одну библиотеку обсудить, максимальный пледж позволяет целый блок с нами поговорить, а, нет, там, смешно, у нас теперь 40, это темка, а 80, это именно просто тупо на заказ что-нибудь сделать, ну, хорошо, я уже не забыл, что у нас есть такая награда, обратите внимание, всего за 80 баксов можно полностью на заказ сделать, это, дешевле, чем цена рекламного ролика. Кстати, да, кстати, да, ну, мы надеемся на то, что вы и в следующий месяц 80 занесете, а дальше вы уже забудете, и мы будем делать подкасты, а вы по 80 баксов будете заносить. Кстати говоря, я просто хочу сказать, опять же, как вот, чтобы у всех были, так скажем, как вот у тебя с Vue.js хорошие ассоциации в плане того, что мы растем, мы развиваемся, я заметил, что у нас чуть побольше стало вроде бы все-таки суммы, которые мы получаем на Патреоне, то есть, пацаны нам доверяют, заносят. Это же девчонки. Не сумма больше радует, а само количество патронов. И количество, и количество, да, то есть, и то, и другое увеличивается. Да, 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 и мы супер этому рады, если вы хотите тоже поддержать нас, быть в числе патронов, в общем, мы прям, это было бы круто, да, и мы в принципе, мы не, хотел сказать, мы не оправдаем ваши доверия, мы оправдаем. Да и не оправдаем. Все правильно сказал. Хорошо, что, пойдем дальше, пойдем дальше. Да, пойдем дальше, нам Александр Майоров предложил темку свою, мы в принципе, его темы и до этого рассматривали, и без его указки. Вот, но сегодня по указке рассмотрим. Давай. Про привидение типов в джесс и магию. Кстати, наш коллега, между прочим, ведущий подкаста радио джесс, и там у них еще отдельный подкаст какой-то, я все никак не могу запомнить, как он называется. Но вот что, нерегулярно выходит, Саня, вот как будет оригинально выходить, так я запомню, как он называется. Часто говорят, что джесс непредсказуемый, и в нем много магии, на самом деле, так говорят от незнания. Если разобраться с базовыми правилами, то джесс становится очень понятным, вы можете превратиться из зрителя, который смотрит на фокус, в иллюзиониста, который может показывать фокусы. Да, слушатель. Ловкость ума, документация, никакого обмана. Супер. Вот, нам заводочку написал классно, а сами эти темки очень тяжело читали. Может быть, это два разных Александра Майора. Я тут, я в принципе, могу в это поверить. То есть, один Александр Майоров, который классные тексты пишет продает нам. Вот. А этот второй умный, но не такой рекламный пацан. Ну, в принципе, нормальная такая теория, да. Начну я именно с первой части его статьи про приведение типов. Он здесь пишет, что он в принципе, вот этот цикл статей, это подготовка его к написанию какой-то вообще прям космической статьи. вот. Видишь, он пишет, написание этого материала это подготовка к одной хорошей и интересной теме, связанной с полиморфизмом, перегрузкой в JS. Когда я писал статьи про перегрузку и полиморфизм, понял, что есть много вещей, которые нужно объяснить до того, как расскажу про них, иначе будет сложно. Поэтому будем идти по порядку. В общем, вот он идет по порядку. У него здесь эпиграф есть, где отсутствует точное знание, там действуют догадки. А из 10 догадок 9 ошибки. Да, то есть он прям здесь воодушевляет, если это кого-то воодушевляет вообще. Вот. Ну и здесь, на самом деле, здесь такие полуклассические задачки с собеседованием. Вот. Но на самом деле он нам это рассказывает не для того, чтобы мы собеседовались, пошли, а просто для того, чтобы мы владели инструментом, которым пользуемся. И во всем мире, так сказать, стало чуточку меньше говнокодеров на JS. Как говорится, владеешь информацией, управляешь ситуацией. Вот да. Ну и здесь, соответственно, небольшой сниппет, что мы в переменную bool записываем результат, так сказать, выполнения конструктора new boolean от значения false. В переменную bool записываем щит. Я понял, да? Продолжай. Да, да, напрашивай. Вот. Потом проверяем if bool console.log.bool и if bool 2 равно false console.log.bool Здесь есть небольшой конфуз. Выведет bool на самом деле дважды. Вот. И почему же это так? Ну, тут нам Александр рассказывает про то, что, в принципе, у джаваскрипта есть три типа приведения. Первая строка, вторая численная, третья логическая. То есть, логическая, это когда я с конца начну, когда вы любое значение приводите либо к true, либо к false. И, соответственно, фолсовые значения это нолики, undefined, null, none и пустая строка. Ну и, соответственно, да, само false. Это тоже фолсовое значение. Все остальное, в том числе и любые другие объекты, даже если просто пустой объект или пустой массив, это по факту true. Да. И это для тех, для кого это не было еще очевидно. Численное приведение типа, оно происходит в математических выражениях также при сравнении. То есть если ты вдруг прибавляешь к циферке что-то или вычитаешь из циферки, срабатывает численное приведение типов. Или если какой-нибудь просто унарный оператор плюс или минус, тоже будет численное приведение типов. Во всех, собственно, остальных случаях будет строковое приведение типов. Вот. Да. Так вот. Соответственно, здесь нам он рассказывает пример двусмысленности. если мы в переменную а запишем цифру 0, а в переменную б запишем строку пробел 0 пробел, то логическое приведение а это будет false, потому что 0 это false. А вот логическое приведение б это будет true, потому что здесь не просто строка 0, а пробел 0 пробел. А любая, ну как бы, не пустая строка или там не строка 0, это на самом деле true. поэтому вот как бы так. Но при этом, когда мы сравниваем а равно-равно б, получим true, несмотря на то, что там пробельчик, нолик, пробельчик. Все потому, что в первом случае у нас идет логическое приведение типов, а во втором численное. То есть из-за того, что это операция сравнения, напоминаю, в операциях сравнения используются численные приведения типов. кстати, сразу скажу, в операциях жесткого сравнения типа 3 равно или восклицательный знак 2 равно, там вообще нет приведения типов. То есть там сравниваются значения без приведения типов, в том числе их типы. То есть там строка 0, точнее там пустая строка и нолик они не будут равны, потому что приведение типов не произойдет. Вот. Таким образом нужно запомнить, что в JavaScript есть три типа преобразования. String в скобочках, number в скобочках и boolean в скобочках, соответственно, для строкового, числового и аналогического приведения типов. Ну и да, особым случаем является проверка нравственности таких специальных типов, как null и undefined. То есть они равны только друг другу и не равны всему остальному. То есть null равен null, undefined равен undefined, но undefined не равен null и null не равен undefined. Такие дела. Так вот, если вернуться к той задаче, которую мы вначале показали, когда мы в bool записали щит, точнее конструктор new boolean от false, то при if bool проверке у нас используется логическое приведение типов. Так вот, а логическое приведение типов у нас конструктор объекта, это объект, ну то есть экземпляр класса boolean соответственно. Это всегда true, поэтому у нас здесь сработает и выведет bull. Так вот, а потом во втором случае, когда мы делаем bull равно-равно false, у нас происходит цифровое, что там, числовое, числовое приведение типов, и по числовому, если мы приводим, то у нас срабатывает это правило и тоже true. То есть вот, 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 собственно, и все решение. Кстати говоря, что касается приведения типов, за него отвечают магические методы. Магический метод valueOf и toString, если говоря, забегая вперед во вторую статью, там он расскажет, где есть valueOf, где есть toString, как их можно переопределять и так далее. Вот, но в общем при числовом сравнении вызывается valueOf, прототипный собственно метод, и да. Зачем это знать? Он нам говорит, это нужно знать для того, чтобы тупо разбираться опять же, в том языке, которым ты пользуешь и быть классным. Переход во вторую статью. Вторая статья менее понятная, чем первая. Вот, то есть опять же здесь он рассказывает о том, что это все надо знать, не надо это заучивать, нужно один раз просто понять и все. Так вот, в первой части мы затронули тему метода для приведения типов valueOf и toString, но ее не развили. Вот, ну и короче говоря, теперь про них поподробнее. Метод toString. Если в объекте реализован метод toString, который возвращает примитив, то для преобразования используется этот метод, иначе вызывается метод из родительского прототипа. Ну короче, смотри, метод toString, он по факту делает строковое приведение, вот, но в идеале он не обязан возвращать именно строку, потому что результатом toString может быть любой примитив, это важно, именно примитив, поэтому метод называется не преобразование к строке, а строковое преобразование. Вот, toString можно переопределить, его можно переопределить, заставить просто возвращать, например, 200 именно цифру, и ошибки никакой не будет. То есть, если мы его переопределили, а потом сложили там условно с единицей, то получится 201. Хотя, если мы сделаем return 200 как строку, то 200 строка плюс 1 будет строка 2001. То есть, в принципе, это первая ошибка, которая встречается в работе и на собеседовании. Метод toString может возвращать не только строку, а любой примитив. Вот, и соответственно, если мы переопределим toString и заставим его сделать return пустой массив, то будет сразу ошибка cannot convert object to primitive value. Только примитивы, короче говоря. Так вот, запоминаем, toString это строковое преобразование, value of численное преобразование. оно используется для численного преобразования объекта и вызывается всегда перед toString. То есть, если у нас у объекта определен метод value of, то при приведении типов вызывается именно он. Если он не определен, вызывается toString. Ну и, соответственно, схема такая. Сначала ищется value of, если его нет, ищется toString. Если toString нет, то тогда ищется value of у родительского прототипа и, соответственно, потом toString у родительского прототипа. Здесь у нас два примерчика есть. Первый это мы внутри объекта определяем метод toString и в нем возвращаем строку 100. Второй метод value of в нем возвращаем цифру 200. И, соответственно, делаем консоль лог того метода, который вызывается. Делаем object плюс 1 и сразу вспоминаем, что если у нас метод value of определен, то он вызывается в первую очередь. Мы делаем 200 плюс 1 получается 201. Ну и, соответственно, если у нас второй object плюс символ a, когда мы складываем со строками, у нас сразу используется приведение к строке, но уже того результата, который получается. Поэтому цифра 200 плюс строка a получается 200 a. Вот. Но, опять же, если вдруг мы запортачили метод value of и сделали в нем return пустой объект, он не срабатывает, вызывается toString и поведение уже, соответственно, меняется. То есть, у нас value of игнорируется. Он, конечно, делает консоль из него, потому что по факту метод вызывается, но при том моменте, что return у нас не примитив, он все равно идет и вызывает toString, потому что с value of какая-то лабуда и уже действует в зависимости от того, что у нас происходит именно на toString. так смешно, у него причем справа именно выводы из консоли верные, а в комментариях ошибка. Он тут написал, тут ошибка в комментариях перезалить фотку, но так и не перезалил, хотя нам предложил, видимо, хотел, чтобы мы поржали об этом, но не важно. В общем, запоминаем, value of в первую очередь, если он реализован, но там возвращается не примитив, то все равно возвращаемся к toString. Есть исключения. Просто по историческим причинам, как писали язык JavaScript, у объекта date есть исключения. У него, так, у date реализованы и toString, и value of, но исключение в том, что сложение со строкой вызывает toString, а не value of, потому что по логике всегда вызывается value of. но это просто исключение, которое нужно запомнить. Дальше он нам в конце этой статьи расскажет, как это воспроизвести с помощью символов. Тут как раз он сейчас начнет символов накидывать, и пойдет прям космос конкретный. Как же работает value of и toString при строгих равенствах? Как я уже говорил, когда вспоминал в первой темке, они не используются вообще, если делать строгое приведение типов. То есть просто они не вызываются и все. Поэтому тут да. При строгих сравнениях, да, это я уже собственно зачитал, символы. С появлением нового типа данных символов в ECMAScript 6, типов данных в JavaScript стало не 6, а 7 соответственно. Вот. И тип символ, он был, мы с тобой сто раз его обсуждали уже, он был создан для создания уникальных идентификаторов, чтобы они не повторялись никогда. Так вот, что же будет, если вернуть, то есть, раз это примитив, что будет, если его вернуть из toString и valueOf? Проблема в том, что вернуть нельзя. Хотя, точнее так, оно не конвертится, но вернуть можно. То есть, если мы его впишем напрямую в toString, то произойдет cannot convert это символ valueToNumber или toString, то есть, не происходит. Но, если мы вызовем obj символ for lol, будет true. Ну, то есть, мы присвоили, делать операции с obj нельзя, но если просто вызвать obj по сравнению, то работает. То есть, как бы тут, опять же, нужно просто запоминать такие моменты, и здесь у него красной нитью по всем статьям идет то, что надо типа не говнить на JavaScript, а просто один раз все это запомнить, и все. Вот. Что в браузерах, что в ноде существуют символы, которые уже имплементированы, которые можно использовать. Вот. То есть, все мы знаем, что в браузере есть символ итератор. Многие с ним уже успели поработать. Основная еще прикольщика символов в том, что они не участвуют сами в итерациях. То есть, если мы вызываем object keys, то есть, чтобы получить массив всех ключей, которые являются прямыми, так сказать, прямыми свойствами этого экземпляра, то есть, родительские не будут здесь участвовать, то символы туда тоже не попадают. Но доступ к ним при этом все равно можно получить. Так вот, например, итератор можно использовать для того, чтобы переопределить то, как мы итерируем в цикле forOf. Я, честно говоря, не понимаю, нахрена это делать при условии, что есть цикл forIn, и можно просто обращаться непосредственно к элементам объекта этого, либо сделать forOf и там сделать entries, и внутри entries уже тоже key value использовать. но можно с помощью итератора, можно еще это инкапсулировать в класс и потом переиспользовать его именно как конструктор. Странно, непонятно, зачем это надо, но опять же, есть в таблице используемых символов, которые уже в браузере есть два, которые типа интересны. Типа. Первый это toPrimitive и второй toString tag. Так вот, toPrimitive это новый магический метод, который призван заменить toString и valueOf для того, чтобы уже не было путаницы, что называется. Его принципиальное отличие, он принимает аргумент тип, к которому желательно привести. То есть внутри соответственно toPrimitive мы описываем, что если в нем есть hint, например, numberString или default, то возвращать разные значения. И соответственно мы в какой-то объект, в символ toPrimitive можем написать, что если будет использоваться числовое приведение, возвращать такое-то. если строковое, то такое-то, если дефолтное, то есть логическое, возвращать true. Ну здесь несколько примеров, на слух хрен их воспримешь. Но соответственно если реализован метод toPrimitive символ, то toString и value не вызываются. То есть с помощью него удобно показывать поведение своих собственно классов, которые, точнее своих объектов, которые могут быть экземплярами класса в том числе. Опять же, если мы хотим какие-то символы зашить в свой класс и делать объекты как экземпляры этого класса, везде будет именно такое поведение, допустим, у символа toPrimitive. Так вот, если, да, я уже сказал, если реализован toPrimitive, то toString и valueOf не вызываются, а точнее наоборот. ValueOf это алиас от toPrimitive, при этом явный вызов будет передавать тип хинтинга default. То есть если по умолчанию вызвать valueOf, но он не описан, а описан toPrimitive, то вызовется toPrimitive с хинтингом default. Вот такая вот хренотень. А если явно вызовет toString, то будет вызван метод родителя от toPrimitive вообще не будет участвовать. Поэтому ну как бы не совсем понятно нахрен их тогда отдельно вызывать. Вот. Но тем не менее, если так, сейчас я смотрю, если их переопределить непосредственно в объекте как toString и valueOf, то их, а то они вызовутся, только если их вызвать явно. Ну если при этом toPrimitive там тоже есть как символ, а если использовать просто логические там операции сравнения плюсики, минусики и так далее, то все равно будет вызываться toPrimitive, даже несмотря на то, что toString и valueOf тоже явно указаны. Так вот, теперь здесь написано, как сделать так, чтобы был объект, который ведет себя как date. Можно как раз с помощью toPrimitive это сделать, указать, что внутри при хинте number мы возвращаем this valueOf именно явно из этого объекта, а при типе string вызываем this toString. Ну, соответственно, и при типе string, и при дефолте. И у нас получится, что для числовых операций себя объект ведет как, ну, то есть, будет происходить именно числовое приведение, вот, а если строковое, то, соответственно, там строка будет добавляться и так далее. вот такое можно в том числе симулировать. Вот. toStringTag это еще один известный символ, который содержит в себе строку, вот, и там, соответственно, будет тег, который выводится при дефолтном вызове toString. Например, objectString, objectRay, objectNumber, ну, и так далее. Object, object, который мы все при этом привыкли видеть, когда там дебажили что-то и так далее. Так вот, его можно переопределять, например, даже для своих классов, то есть мы можем сделать класс validaтор class, создавать объекты как экземпляры, его в которых toStringTag будет возвращать validaтор, и, соответственно, будет выдавать не object object, а object validaтор. Вот. Ну, и туда, соответственно, можно записать какую-нибудь информацию типа json stringify this, ему будет выводиться object, и за строка в json, ну, то есть json, переведенный в строку, здесь, то есть будет очень прикольно дебажить. Ну, не совсем понятно, зачем это надо в том числе, то есть, опять же, если, ну, то есть это нужно знать просто, опять же, чтобы владеть JavaScript, понимать, что как устроено и так далее, но, в общем-то, для дебагинга есть и другие более удобные инструменты, не настолько низкоуровневые, если вообще можно это все, если можно вообще JavaScript назвать низкоуровневым. Вот. Ну, соответственно, у Node.js есть свои символы, например, inspect, вот, ну, тут это даже не inspect, а именно метод, магический метод, вот, который, соответственно, тоже будет именно при консоли вызываться, то есть, если мы сделаем util.inspect.custom, то тогда при консоли объекта будет выводиться то, что мы в него здесь записали. то есть, опять же, по идее, там можно дополнительную строку какую-нибудь зашить, типа там время серверное, что-то еще, и потом уже непосредственно сам объект вывести, то есть там, ну, добавить какую-нибудь хреновину именно для дебагинга, поэтому тут да. ну и, кстати, если вдруг вы не хотите там как-то замешкаться, то можно это отключить через util.inspect.default.options.custom.inspect.false. Даже если вы его после этого сделаете, ну, то есть, переопределите в объекте, он все равно не сработает, потому что вы в настройках поставили, что он не должен работать. Короче говоря, вот такая зубодробуха у нас получилась. Александру Майорова, спасибо. На самом деле, я вот сейчас, когда вам всем... Я просто понял, что он решил наш подкаст в минутку JS превратить, или как он там, как у него? Ну не, у него радио JS. Вот, в радио JS, да. Ну, собственно, у него это получилось, да. То есть, он практически, он как бы забрался к нам паразитом в систему. Оставил здесь продукты своей жизнедеятельности. Полураспада, я бы сказал. Вот, ну, ставьте плюсики, пишите комментарии, если вам такое нравится, хотя, честно говоря, я не представляю, как это на слух вообще воспринимать. Вот, а мы в первую очередь все-таки подкасты, у нас сейчас именно все больше и больше именно аудиоплощадок добавляется на наше покрытие. Вот, поэтому, конечно, я не знаю, как это воспринимается на слух, напишите в комментариях, как вам это воспринимается на слух. Вот, пойдем дальше. Давай. А там mail. Какие-то хочешь сказать? Типа, знаешь, слушай, вот 8 минут назад не согласен с тобой, был ты там ошибся, не 2, а 3. Я, слушай, мне просто нравится, что майорыч, он помимо того, что подкасты пишет, он еще и статьи пишет, то есть он, возможно, поэтому и прерывается в том, в который нерегулярный подкаст, потому что он в этот момент статью пишет. Вот, это я хотел отметить. согласен, этому только у него поучиться следует, я тоже вот все, я в беседах на диване себя сказал, здесь еще раз повторю, что хочу написать статью на хабр про вью, и именно как я с опишкой работаю, как я там в стейте храню там методы для доступа к опишке и так далее, просто даже хочется послушать, что умные дядьки скажут, хотя я хотел бы послушать, что умные скажут, я бы на реддите это выложил, а не на хабр, но не важно. Нет, нет, дядьки, если бы ты хотел дядек послушать, ты бы на реддите, а если ты бы хотел молодых пацанов, так сказать, на хабр. то можно и на хабр, согласен. Так, ну следующее у нас опять мое, вот, там, собственно, да, там Крис Койер написал с первого раза, почему с первого раза, потому что написано, что опубликовано 22 марта и исправлено тоже 22 марта, то есть не возвращался он с тех пор к этой статье, вот, может и правильно. Статья про ссылки вида MailTo, это те, которые сразу открывают почтовую программу для того, чтобы написать письмо. и это, это очень интересная статья, опять же, оказалась, то есть она, я этого всего не знал, вот, а теперь знаю. Так вот, что касается UX, он считает, что во многих случаях MailTo ссылки, они конфьюзят людей. Ну, то есть, типа, ты жмешь вроде бы просто ссылку, а у тебя что-то другое открывается, или там на мобилке у тебя вообще там всплывает, вы уверены, что хотите открыть эту ссылку в программе, там, почта, там, что-то типа того. Типа, это полный отстой. Вот сразу хочется с места в карьере тебе спросить, ты считаешь, это полный отстой или нет? Давай подумаем. Но вообще, это немножко может обескураживать, потому что у тебя, знаешь, это же редкая ссылка вообще, в принципе, это редкая, вот, такой момент, когда ты нажимаешь на такие ссылки, и у тебя появляется вот такая хреновина, она сразу начинает, знаешь, ржавчина скрипеть начинает, мох весь вот этот, короче, опадает с нее, потому что ты такой, да, ты редко такое нажимаешь. Свет в чулане включил, в темном таком, и это немножко тебя конфьюзит, даже не потому, что ты вот такой охренеть, а потому что именно ты это очень редко нажимаешь. За другой стороны, вот раз ты уже такой тупой, раз ты уже нажал на ссылку, которая ведет тебя как бы на мыло, то вроде бы должен понимать, но зачастую ты как бы, когда в интернетике сидишь, тебе похрен, ну ты сидишь, короче, абсолютно в своем мерке, думаешь, что ссылки должны просто открывать новую вкладку, вот, а тут, оказывается, вот такую хреновину открывают, ну не знаю, я против не имею точно ничего, тем более, что круто, когда Mail2 работает на телефоне, и круто, когда ты можешь сразу написать, хоп, тебя сразу туда в мессенджер кинуло, в смысле, точнее, в почту тебя кинуло, и ты балдеж сразу написал туда что-нибудь, например, на worksobaka.ru. Удобно? Мне тоже нравится, у меня тоже скорее положительные впечатления, чем отрицательные, вот, но неважно, Крис Кори говорит, что у него отрицательные, и это так же, говорит, тупо, когда ты жмешь на PDF, а она не скачивается, открывается в отдельном окне, вот это тебя бесит? Хотя это менее, меня это еще менее бесит, потому что это вообще классно. Потому что иногда даже не хочется скачиваться, да, хочется сразу посмотреть, стоит ли оно того, чтобы запустить тебе к себе в загрузки, и оттуда уже потом удалить, ну, то есть, реально, это даже меньше действий. Какой-то он, то ли консервативный, я не могу понять, то ли наоборот, он нон-конформист какой-то вообще. То ли мы просто, то ли он опередит время, и нам потом тоже опротивит, но мы пока еще об этом не знаем. Вот. Ну, короче, он нам советует всегда использовать target blank на такие ссылки. Почему? Потому что иногда бывает дефолтный имейл клиент, это именно браузерный Gmail. Ну, то есть, в хроме, например, можно сделать, чтобы именно браузерный Gmail открывался. И тогда он в чем это? Что? Это норм тогда? В смысле, это же хорошо. А нет, это хорошо. Он именно говорит, что именно в этом случае лучше сделать target blank, чтобы реально открылось в отдельной вкладке. Потому что, вообще-то, опять же, Крис Койр, он противник target blank. То есть, это типа плохой, опять же, опыт, юзер экспириенс, потому что, ну, юзер привык, что в одной вкладке открывается. А когда именно ты открываешь в отдельной, такое ощущение, что ты хочешь, чтобы у тебя дольше на сайте люди оставались, и это бесить всех начинает. Но именно типа на mail to ссылки он приговорит, что target blank это норм, потому что, ну, блин, иначе вообще реально человек запутается, не поймет, какого хрена произошло. У него только что был сайт CSS Tricks, а тут хоп и Gmail открылся. Запукается. Ну, погоди, а если у меня не Gmail настроено, а если у меня просто там почта виндовская, то что делать? Тогда target blank ничего и не изменит. Она все равно откроется, просто и все. Ну, то есть, подожди, а откроется бланковая страница? откроет, откроет, я пробовал. Ну, так это же... Подожди, нет, пустой бланковый не будет. Нет, он просто откроет так же программу. То есть, для тех, у кого прога, для них вообще ничего не изменится. А для тех, у кого именно браузерный, у тех хотя бы откроется в отдельной ссылке. Поэтому типа в 100% случаев лучше добавлять target blank. Ну, это в натуре тогда помогает. Согласен. Согласен. Так вот, дальше больше. есть get-параметры, оказывается, у таких ссылок. Можно указать subject и body. И, соответственно, когда ты на такую ссылку жмешь, уже будет предзаполненная тема и тело. И даже и body будет? Ну, это вообще, тогда это вообще кайф. Я вообще охренел. То есть, это прям, это реально круто. Это на work, собака, и в дизайн заполнить тему. Я хочу вам занести денег. А в body прям карточку взять из браузера. Да. CCVV код. Да-да-да, все, и нормально будет. Ну, согласен, да, надо будет поработать над реализацией. Вот. Кроме этого, есть get-параметры CC, carbon copy, то есть, копия на какие ящики еще, и BCC, blind carbon copy, для тех, чтобы, ну, ты не видел, что им уходит копия, а им уходит. То есть, вслепую. Ну, красиво, красиво. То есть, в принципе, можно еще и эти бабки потом перечислить сразу в блайн-духу. Вот, да-да-да. Причем есть сайт mail-to-link.me, на котором как раз в красивом интерфейсе можно сделать такую ссылку. То есть, ты там заполняешь subject, body, кому, что, кого, жмешь ссылку, и у тебя в буфер уже попадает именно ссылка с get-параметрами, с полными. Типа это удобно. Ну, это действительно удобно. Но самое главное даже другое. Оказывается, можно форму так запрограммировать, прям именно красивенькую. Ну, собственно, видимо, так и сделан этот сайт mail-to-link.me, хотя там-то не обязательно. Но можно именно валидную HTML-форму сделать, вот, и у нее как action указать именно mail-to-ссылку. Ну, здесь, собственно, он приложил CodePen, на который можно посмотреть. Вот он, action, mail-to, двоеточек, rescuer, собака, gmail.com, метод get. Вот. И, соответственно, именно заполняя форму, потом ты же можешь create email, и у тебя, хоп, открывается почтовая программа, вот, и там тоже уже это все предзаполнено. Ну, да, я понял. В смысле, выглядит прикольно, просто, типа, эти два действия, которые, ну, да, нет, прикольно, прикольно. Ну, опять же, сам факт того, что action, форм action работает с mail-to, это какая-то, это практически пасхалка от браузерных вендоров, на самом деле, мне очень понравилось, что так работает, вот, это круто. Ну, и он пишет, что еще было бы неплохо добавлять CSS, то есть, если мы пишем, видим, что href начинается с mail-to, то можно добавить псевдоэлементы, какой-нибудь mz с конвертиком, или с чем-то еще, чтобы около таких ссылок отображалось, чтобы было видно, что это будет открываться, типа, почтовая программа, или что-то типа того. Ну, это, кстати, круто, это я еще испокон веков делал, ну, то есть, вот такие же селекторы, и если это pdf, то показывал там значочек pdf-файла, там, acrobat-ридер, если это word, показывал значочек вордовского файла, чтобы, типа, было понятно, что по ссылке, какой файл, какой там будет скачиваться, и так далее. Вот, но я это делал не с mail-to, я это там делал, чтобы, если есть docx, звездочка равно, где-нибудь в названии, то тогда показывать это все, ну, или там можно было не в названии, а в конце, или как-то еще. Вот, ну, короче, оказывается, даже есть браузерное расширение iHateMail2, которое все такие ссылки переделывает на, причем она их не просто отключает, а переделывает, чтобы по нажатию на нее у тебя в буфер обмена копировался email-адрес, и ты уже дальше с ним что хотел, то и делал. Ну, слушай, ну, как-то... Он даже раскрыл тему максимально. На ту и, на ту и, то есть тема mail-to раскрыта. Да-да-да. Я, причем, кстати, тебе сделаю микро-анонсик. В следующем подкасте 100 пудово без вариантов будем рассматривать новый long-read Криса Коэра, он здесь на CSS Tricks написал, вот как мы с тобой рассматривали The Great Divide, если помнишь, про фронтендеров, которые джаваскриптеры и не джаваскриптеры. Вот, он новый такой же написал, как же он называется, сейчас я вспомню, ну, то есть вспомню, не вспомню, а про скролли, вот, сейчас найду. Короче, еще один, он такой написал. Тут есть какой-то подкаст on the great device. Ну, это нет, это дерьмо, именно дерьмо, сейчас я вспомню. Я его видел, там, 5 марта или какого-то такого оно было, хотя тут до 5 марта еще скроллить и скроллить на самом деле, то есть тут у них так-то контента вообще до хрена. Ну, в общем, я в трелла к нам закинул, не потеряется. А все правильно, не будем раскрывать, чтобы наши чуваки не прочитали. Ух ты, кстати, да, это прикольно, хорошая тактика. Хотя они ничего не читают, все равно, можно было хоть сказать, что весь сайт CSS Tricks читайте, они не будут, все равно. Они хотят, чтобы мы им разжевали, как птички пережеванные, уже им в ротике. В ротике, конечно, конечно. Ну, ладно, давай. Хорошо, пойдем к последней темке на сегодня. UX-геймификация с UX-дизайн-сиси. Такая темка достаточно, ну, не то чтобы пространная, не то чтобы общая, но такая, не то чтобы очень глубокая. Почему, типа, вообще приложения некоторые нас прям вот будоражат, так скажем, satisfying, как это по-русски будет, satisfying. Удовлетворяют. Вот, да. Короче говоря, от чего мы кайф ловим и продолжаем пользоваться, собственно, этим приложением. И здесь нам предлагают делать так UX, чтобы нам наши пользователи кайфовали и не переставали использовать, соответственно, наши интерфейсы. Вот, например, они здесь начинают сразу с примера про Tinder. Типа, что вообще геймификация, типа, это крутая тема, там, она и вообще всякими британскими программистами, учеными, там, поднимается и так далее, и тому подобное, значит, и вообще без геймификации было бы скучно и грустно, и дофамин бы нам не поступал никуда. Допамин раш. Вот. И, короче говоря, сразу перейду к Tinder, собственно, там очень классно сделано то, что у тебя есть некая цель, то есть, как бы найти партнера, скажем так, найти мэч свой. Вот. И тем самым очень простое действие, которое вот этот свайп вправо-влево, то есть, залайкать или отказаться от чувака или чувихи. Соответственно, это простое действие, которое ты делаешь много миллионов раз. Нашего подписчика в основном чувака, доклад. Ну да, вот, делаешь много миллионов раз, потому что у тебя есть какая-то цель, и тебе несложно делать это действие миллион раз, и тебе классно аж. То есть, ты прям вот делаешь, 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 короче, нажимаешь где-то лайки, и у тебя прям выделяется дерьмо, и это было там проверено еще на голубях, которые там тоже что-то по кнопке, какой-то там корм. Ну, в общем, классические тесты на голубях. Вот. Значит, и это просто пример. Просто, типа, вот так работает геймификация, классно. Погнали, говорит, дальше разбирать именно главные столпы геймификации. Pillars, наше любимое слово. Вот, значит, что есть на столпах геймификации. Во-первых, что, здесь такая пирамида масла, но она немножко не так работает. То есть, это имеется в виду, что самое классное, и что самое дешевое, что самое сильное влияет на пользователей, и что дешево сделать, в принципе, типа, легко. И, ну, сверху, соответственно, а вниз, вниз, такое, как бы, более слабенькое, вот, и еще и стоит, стоит чего-то. Значит, самое высокое это статус. То есть, статус это прям вообще все юзеры балдеют от статусов, от всяких там понтов каких-нибудь, от цветных ников там и так далее, от каких-то там бейджей, может быть, от чего-нибудь такого. Ну, слушай, да, был у нас один, который именно из-за бейджей стал нашим спонсором на канале VD Games. Конечно. И это вот как раз наглядный пример того, что статусы решает. То есть, смотри-ка, даже доступ к пришоу не так решает, как то, что мы называем наших патронов в конце. Конечно, конечно. Вот, поэтому статусы это прям, люди видимо любят статусность вообще в принципе по жизни. Для них это круто, когда ты выделен от других людей. Неважно, типа доступ, который вот здесь на втором, это как бы, ну, по хрену, да, у тебя есть доступ почему-то, но ты не выделяешь, никто не видит, что у тебя есть доступ, понимаешь? А когда у тебя есть статус, да, когда у тебя есть жирный ник условный, жирный ник, это я про себя в будущем, вот, значит, то, значит, все, клад. Вот, Смотри, может быть, еще это связано с тем, что статус, даже делать ничего не надо, но у тебя есть уже и классно. Аксесс, надо доступ к чему-то получать, это уже лень. Пауэр, это у тебя власть, надо что-то вообще сильно делать с ней. Пауэр, это еще и да, что-то надо банить кого-то. Ну, это вообще, это надо получать, стикер, да, дальше идет немножко Common Reward Mechanics, здесь типа о том, что вообще че, какие можно типа награды давать. И здесь, знаешь, это такое чувство, что это именно, ну, ну ладно, скажем так, не про беджи, но, в общем, короче, например, типа можно давать награду о том, что у тебя юзер, за то, что юзер у тебя какое-то время провел в твоем сервисе, например, и он будет кайфовать, то есть он будет долго находиться в сервисе, чтобы получать какой-то бедж получить или какую-то плюху, скажем так, став, возможно, вот, или power, вот. Можно считать, как обычно, его действия, то есть посчитать, сколько он сделал, постов, сколько запостил, можно давать там за 100 постов, там какой-нибудь бедж, например, или став, опять же, или плюху, вот. Можно смотреть на его качество контента, то есть как его конкретно лайкали, например, то есть у него классный контент, такой супер залайкан или супер зарасшаренный, соответственно, тоже его можно награждать. Либо какие-то просто простые вещи, чтобы чувак делал что-то у вас в сервисе, то есть там, не знаю, например, там фото в профиле хотя бы поставил, то есть что-то такое, награды за простые вещи, ну вот. Слушай, это вообще гениально, это даже прям прикольно, я вот сейчас прям ты рассказываешь, и мне сильно нравится. А что? А что тебе нравится? Дальше про Reddit, про любимый. Здесь они рассказывают, что Reddit, типа, премиум, они сделали тоже вот такие вот реворды, если ты, там есть какой-то премиум, я вообще не знал, что есть на Reddit премиум, там можно что-то какие-то заплатить 6 баксов. Там именно можно покупать монетки и давать именно серебряные, золотые монетки и отмечать именно посты. Ахренеть. Ну, короче, вот это все тоже у них сделано, то есть у них полностью отработан этот вообще, все у них круто сделано по геймификации. Ладно, пойдем. С них примерно надо брать, у них там комьюнити вообще. Согласен, 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 у них класс, у них класс, можно на них смотреть, равняться. Awards and trophies. Короче, здесь просто рассказывается, опять же, какие бэджи можно навешивать, тут на Reddit написано, что вообще, типа, люди любят эту тему, механику, как бы, наград и трофеев, и что можно за всякое давать. То есть, например, даже за простое, просто что-то не юзер, у тебя уже будет трофей, что-то не юзер, как бы, бэдж. Или, например, вот, verified email address. Или, просто люди любят собирать. У меня такое есть, verified email address, и у меня fourth year club. Типа что, ну, ты видишь, там он есть, two year club, вот у меня four year club. Вот, вот, то есть, а что там на four нарисовано? Давай посмотрим. Я, правда, сейчас только что как раз смотрел, и зрители мои видели, мои именно, твои не видели, мои, наши зрители видели. Мои слушатели потом. я сейчас скажу, что на четверочке. Там четверка в виде какой-то газетки сложенной, что ли, не знаю. Я давай в наш слаг закину, именно в, я не знаю, в рендом. Давай, давай, то есть ты хочешь соблюдать? Ну, да. Давай, у нас там, вижу, вижу. Там именно вот в таком же качестве, но есть чего это понять невозможно. То ли, знаешь, когда ремонт делаешь, шапочку из газеты на голову, пилотку надеваешь, то ли какая-то птичка. А в натуре, кстати, может быть, да, это какая-то шапочка, четверка какая-то, да, прикольно, прикольно. Слушай, ну меня это не так поражает, вот на Reddit эти бейджи, а вот дальше, дальше, вот это, дальше у меня более-менее привстал. Snapchat. Еще что ли там? Да, да, Snapchat, кажучи там гений вообще. Они, короче, вот эти эмодзи, которые можно в Snapchat пилить, видимо, там, ну на какие-то их сторисы, на какие-то их видосы, там, знаешь, в Инстаграме можно прикреплять, типа, эмодзи, там, большие вот эти здоровые, там, типа, как стикеры такие на свои видосы. Ну вот, Snapchat, видимо, там еще более пророщено, там вообще досвидос, что можно делать. Соответственно, можно эмодзи, и эмодзи, они не сразу все открыты, вот эти вот. И ты вот про скролли, здесь есть прям, вот, допустим, телефон, телефон у тебя открывается только тогда, когда ты верифайт phone number сделаешь. То есть, ты сможешь использовать это эмодзи у себя на этих. Или, например, там, я не знаю, то есть, тут гениально, панда, например, панду, именно морду панды можешь использовать, когда 70, ой, 50 black and white снэпсов сделаешь. Прикинь? То есть, тут прям жизнь, надо прям именно жить в Snapchat, чтобы у тебя открывались вот эти стикеры, стикеры эмодзи, которые ты можешь использовать потом на своих сторисах прикреплять. Вот, я именно забалдел от этого дерьма, что, допустим, типа, flip the camera 10 times in one video snap. Прикинь? И хоп, у тебя открывается refresh. Это круть, это круть. Я забалдел. У меня тоже, да, прям привстает. Вообще, я согласен. Ладно, погнали дальше. Educational apps. Понятно, что такие вещи, про похвалы, про реворды, любят делать в обучающих приложениях, где ты учишься. И там это в основном такие реворды, которые сделаны не для комьюнити, а для тебя. Ты сам балдеешь от того, как ты занимаешься в приложении, как ты прокачиваешься, чтобы тебе было интереснее как-то пользоваться сервисом, получать знания. Соответственно, там постоянно тоже эти колоночки, это все вот накапливается, у тебя там отмечается, то есть, это тоже стандартная тема. В принципе, вот такие типсы и триксы. Как тебе? Блин, мне вообще сильно понравилось. То есть, я прям даже возьму что-то на вооружение на нашем редизайне в ювеб-дизайне. Я надеюсь, что у нас снэпы надо будет. В ювеб-дизайне, да. Согласен, согласен. Нам не надо некрасивых. Вот. Ну, это круто, это реально прям очень здорово. Мне, ну, слушай, извини, но у меня на реддите больше перевстал, чем на снэпах. Да? Ну ладно, извиняю. Это и хорошо. У нас нет конкуренции, так сказать, за приложение, которым пользоваться. Да, да, Я буду снэп-четом, видимо, пользоваться. А я в реддите, в UGS нам буду писать просто дальше и все. У меня, кстати, уже 8 кармата. Ну все, ты скоро монетки уже будешь получать и тратить их. Пожди, а если тебе монетку поставят, ты можешь уже это пользоваться, этой монеткой? Это типа... Естественно, мне если добавят золотую, то мне дают неделю бесплатной подписки на Reddit премиум и, соответственно, там 800 монеток или сколько-то, или 100, ну там какую-то цифру, я уже забыл. Если мне платиновую монетку выставят, то мне месяц подписки на Reddit премиум и там и 500 монет. Но правда, тому, кто мне ее выставляет, надо 1300 монет на меня потратить. Я не совсем понимаю, зачем вообще люди будут это делать, но, наверное, чтобы получить какие-нибудь трофеи, типа там монеткодатель или там еще что-нибудь. Ну, кстати, возможно, да, типа там щедрич или нумизматоч какой-нибудь или там, не знаю, да. Хорошо, хорошо. А почему бы и нет? То есть у них каждый месяц тысячу им накидывают. Да согласен, согласен абсолютно. у кого премиум подписка, то есть они просто могут их раздавать и все. Если им что-то сильно понравилось. Они сливают, я думаю. Ну что, пойдем к обойке. Мы, кстати говоря, забыли обсудить обойку. Да, в прошлый раз забыли, в этот раз не забудем, а потом еще патронов надо будет назвать, и я опять попрошу тебя это сделать, потому что у меня опять один монитор, и я не смогу это сделать без пали. Так, я пока буду заходить на patreon.com, а ты пока расскажи, что на обойке тогда. А? Как я тебе? Нормально съехал, да. На обойке у нас, в общем, зал такой, четырехэтажный. Ну, то есть здесь четыре этажа показано, может быть, здесь их еще и больше на самом-то деле. Вот, это этажи какой-то гигантской библиотеки. Так. Вот, причем они такие достаточно в стиле хай-тек выполнены, то есть здесь все беленькое, светленькое. Вот, и я просто представляю, что весь этот зал, это и есть наш подкаст. Вот, а стеллажи, это, соответственно, выпуки, а книжечки на этих стеллажах, это темки. Темки, и то, как мы их обсуждали и так далее. Вот там наши зрители, слушатели ходят, что-то берут, выбирают, каким-то, может быть, монетки оставляют, каким-то что-то как-то еще, и я считаю, что даже как-то это воодушевляет. У нас прибрано чистенько в подкасте, много этажей, опять же, каждый этаж, это, я не знаю, там 50 выпусков, как раз если это 50, то вот у нас 4 этажа, потому что когда будет 200, мы на пятый этаж перейдем уже с тобой, и там до нас, в принципе, уже будет даже и не доплюнуть, я считаю. Согласен, согласен. Мне тоже понравилась обойка, потому что она такая светлая, легкая, и такая именно на деловой лад настраивающая. Вот. Ну да, да, интересно, какое у них покрытие напольное здесь, как они добились такой белизны, да, к вопросу о ремонте дальше. Ну ладно, давай, называем наших патронов, и будем закатывать. Я куда-то должен найти, да, куда зайти должен, напомни мне, я как бы только учусь. А там, ты просто видишь, интерфейс переделали, я теперь сам только учусь. Патронс, релэшншип менеджер, да, да, вот где-то патронс, не-не-не, патронс, и там, может быть, и в релэшншип менеджере, а может быть, где-то еще, там прям список будет, и надо именно за этот месяц говорить. Да, есть такой, есть такой релэшншип менеджер. За этот месяц это интересно, за этот месяц это интересно. Только учусь, только учусь. Тут paid, может быть, просто все, которые paid, типа, last charge. Ну да, да, попробуй так. Я, правда, уже забыл, как это выглядит, потому что я тоже, когда последние разы смотрел, там все было по-другому. Active Patterns, вот, все, я нашел, я только учусь, но я разбираюсь, погнали. Значит, мне надо еще отсортировать по богатеям. Я, по-моему, в прошлый раз с богатеев. Мы до скольки баксов, напомню? Пяти баксов включительно. Пяти баксов включительно, ну все, давайте, пересчет пошел. Значит, главный у нас пацан вообще в нашей жизни это Макс, который заносит нам 40 баксов. Спасибо большое ему. Мужчина, секс-машина, как я и говорю это. Вот, Ярослав Мудрый, Антон Шувалов, Константин Гончаров, Иван Мерзавцев. Эти пацаны 20 баксов, как прям отщелкивают жестко. Дальше, Радик, чисто такой хипстер 16 баксовый. Далее, Дмитрий Казарцев, Граф Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Никита Ларк, Михаил Палмер, Михаил Палмер, Геннадий, а все, это 10 баксовые, которые тоже мужчины и, ну не такие секс-машины, как Макс, конечно, но 10 баксовые. Вот, далее, 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 Геннадий, я почему останавливаюсь, потому что я навожу на них, тут не все влезает, у них верстка, Геннадий Хатовицкий, Сэм, Саша Джазов, Евгений Бойцов, Микаэль Р.R.V, Human Music, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Алекс Яценко, Антон, Явеб, Илья Евсеев, Иван Сухиня, Мишек Хохлов, Мэтт, Александр, Титус, Владимир Анохин уже 33 баксовый, но он залез, ну ладно, ну и может он будет 5 баксов. Возможно он задумывается, да, после этого скажется, это судьба, надо пацанам еще занести чуть-чуть. Да, чуваки, спасибо большое, вас так много, и вы такие классные. Спасибо, да, еще чуть-чуть, и нам отдельный подкаст надо будет выпускать именно для того, чтобы вас всех зачитать. Для патронов. Да, да, да. Нет, я имею в виду даже просто, чтобы вот всю зачитку покрыть, это уже просто выйдет за рамки. Дозволено. Дозволено. Отдельно 30 минут будет только об этом. Поэтому вы классные, спасибо большое, спасибо. Ну что, прощаемся тогда. Всем удачной недели. Я думаю, что мы не будем прерываться. Я тоже, ничего не предвещает, по крайней мере. То есть, на финишной прямой к 200, я это назову. Да, продуктивной всем недели. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на соцсетях, оставляйте везде отзывы, пишите комментарии. Любая обратная связь, это классно. Только она нам и помогает творить дальше и делать. Потому что, если никто ничего не будет писать, то как-то скучно. Даже если просто люди будут безмолвно заносить деньги, это и то будет полный отстой, потому что надо, чтобы писали, чтобы что-то говорили. А то вдруг это будут нарко деньги какие-нибудь нам присылать. Нам такое не надо. Нам надо, чтобы все хорошо было и классно, весело и задорно. Поэтому да. В общем, подписывайтесь. Увидимся через неделю. Всем пока. Спасибо. Пока. Пока.